День сорок четвертый. День сорок четвертый. Все на свете Тласкала не пошла бы туда ночью, но днем мы иногда ходили на кладбище и проводили там долгие часы. Тласкала переводила мне иероглифы, высеченные на гробницах ее предков, и объясняла их при помощи преданий, которые знала очень хорошо. Мы уже знали большую часть надписей и, продолжая наши поиски, находили новые, очищая их от мха и терновника. День сорок четвертый. День сорок четвертый. День сорок четвертый. День сорок четвертый. Тласкалу отнесли домой. День сорок четвертый. 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 Духи моих предков, если когда-нибудь дочка Атрила, либо дочь его дочери, или сына, если когда-нибудь любая женщина из моего племени отдаст сердце и красу вероломному разбойнику, прибывшему из-за моря, если среди женщин моей крови найдется вторая Марина, духи моих предков, спускающиеся сюда в ночной тьме, покарайте ее самыми страшными муками. Спуститесь во тьме ночной в виде огненных змей, разорвите тело ее на части, разбросайте их по всей земле, и пусть каждая часть отдельно познает муки смертного часа. Спуститесь во тьме ночной в образе коршунов с железными клювами, раскаленными на огне, разделите тело ее, рассейте его в воздухе, и пусть каждая часть отдельно узнает муки смертного часа, духи моих предков. Если вы не исполните просьбы моей, я, воздев руки, обогренные кровью человеческих жертв, призову на вас всю силу богов вместе, чтобы они обрекли вас на такие же муки. Я, квадрил сын Монте-Сумы, высек на камне это проклятие и посадил на могиле куст Лескульсальтры. Надпись эта чуть не оказала на меня такое же действие, как на Тласкалу. Мне захотелось убедить Хоаса в нелепости мексиканских суеверий, но вскоре я заметил, что этого делать не следует. Старик указал мне иной способ успокоить душу Тласкалы. Нет сомнений, сказал он мне, что духи царей спускаются на кладбище и имеют власть причинять мучения живым и мертвым, особенно если воззвать к их помощи такими вот проклятиями, какие ты видел на камне. Но можно ослабить страшные последствия этих проклятий. Зловещий куст, посаженный на этой злосчастной могиле, ты, сеньор, вырубил, и потом, что у тебя общего с дикими сообщниками Кортеса? Продолжай оказывать покровительство мексиканцам и будь уверен, что у нас найдутся средства умилостивить духов и даже некогда почитаемых в Мексике страшных богов, которых ваши жрецы называют дьяволами. Я посоветовал Хуасу не обнаруживать своих религиозных убеждений так открыто, а про себя решил не упускать ни одной возможности оказать услугу туземцам. Случай незамедлил представиться. В завоеванных вице-королем провинциях вспыхнуло восстание. Это было вполне оправданное сопротивление насилием, которое противоречили даже политике мадридского двора, но неумолимый вице-король не считался нищим. Он стал во главе войск и вступил в Новую Мексику, рассеял толку повстанцев и взял в плен двух косиков, которых решил обезглавить в столице Нового Света. Им как раз должны были вынести приговор, но я, выйдя на середину зала, где шел суд, положил руки на плечи обвиняемых и произнес, прикасаясь к ним именем короля. Эта старинная формула испанского правосудия еще и до нынешнего дня имеет такую силу, что никакой суд не осмелится нарушить ее и отложит исполнение любого приговора. Но тот, кто принес эту формулу, отвечает своей головой. Вице-король имел право подвергнуть меня той же самой каре, которая была назначена обоим обвиняемым, что он и не замедлил сделать, приказав заключить меня в тюрьму, где пронесли сладчайшие мгновения моей жизни. Однажды ночью, а в моем темном подземелье была вечная ночь, я увидел в конце длинного коридора слабый и бледный свет, который, все больше и больше приближаясь ко мне, осветил дивные черты, гласкалы. Этого видения было довольно, чтобы моя темница превратилась в райскую сенью. Но она украсила эту темницу не только своим присутствием, а приготовила очаровательный сюрприз, выказав свою любовь ко мне, столь же горячую, как моя к ней Алонсо, сказала она. Благородная Алонсо, ты победил. Тени моих отцов ублаготворены, сердце которым не должен был обладать ни один смертный, теперь твое, оно награда за жертвы, которые ты приносишь ради моих несчастных соотечественников. С этими словами тваскала упала ко мне в объятия без чувств и почти без дыхания. Я приписал это сильному волнению, но, к несчастью, причина была другая и гораздо более опасная. Ужас, испытанный на кладбище и последовавшая за этим горячка, подорвали ее здоровье. Однако тваскала открыла глаза и, казалось, свет небесный озарил мое подземелье, превратив его в лучезарный приют счастья. Бог любви, предмет почитания древних, живших по законам природы, божественная любовь, нигде, ни на Пафосе, ни в книге, нигде не обнаружила бы столько могущества, как в этой мрачной темнице нового света. Подземелье мое стало твоим храмом, столб, к которому я был прикован, твоим алтарем, отцепи, вензами. Очарование это до сих пор не рассеялось, до сих пор оно живет еще в моем сердце охладелом с годами. И когда мысль моя, лелеемая воспоминаниями, переносится в край населенной призраками прошлого, она не задерживается ни на первой паре любовных восторгов с Эльвирой, ни на иступленных ласках страстной Лауры, а льнет к сырым стенам тюрьмы. Я вам сказал, что вице-король обрушил на меня свой необузданный гнев. Неистовство его характера одержало в нем верх над чувством справедливости и приязни, которые он испытывал ко мне. Он снарядил быстроходный корабль в Европу и послал доклад, где обвинил меня в подстрекательстве к бунту. Но не успел корабль отплыть, как доброта и чувство справедливости заговорили в сердце вице-короля громким голосом, и мой поступок представился ему в ином свете. Если бы не боязнь повредить самому себе, он послал бы другой доклад, прямо противоположный первому. Вместо этого он отправил в догонку корабль с донесениями, которые должны были смягчить суровость первых. Совет Индии, медлительный в принятии решений, успел получить второе донесение и в конце концов прислал, как и следовало ожидать, чрезвычайно искусно составленный мудрый ответ. Приговор Совета производил впечатление беспощадной суровости и обрекал бунтовщиков на смерть. Но если строго придерживаться его формулировок, следовало найти виновных. А это было невозможно. Кроме того, вице-король получил тайный приказ, запрещающий поиски. Нам была объявлена только официальная часть приговора, нанесшая последний удар по дарованному здоровью. Тлоскалый. Несчастная открылась кровотечение из легких. Горячка, развивавшаяся сначала медленно, потом все быстрее. Охваченный горем старик больше не мог говорить. Голос его прерывался от рыданий. Он ушел, чтобы дать волю слезам, а мы остались погруженные в торжественное молчание. Каждый в раздумье скорбел над участью прекрасной мексиканки. День сорок пятый. Мы собрались в обычную пору и попросили маркиза продолжать свой рассказ, что он и сделал. Продолжение истории маркиза Торреса Рогельеса. Говоря вам, что я впал в немилость, я не обмолвился ни словом о том, что в это время делала моя жена. Эльвира сперва сшила себе несколько платьев из темной материи, а потом уехала в монастырь, приемные покои которого превратились в гостиную, всегда полную гостей. Однако моя жена показывалась мне иначе, как с платком в руке и распущенными волосами. Доказательства столь неизменной привязанности очень меня растрогали. Хотя с меня и была снята вина, однако для соблюдения юридических формальностей и, по свойственной испанцам, медлительности, мне пришлось просидеть в тюрьме еще четыре месяца. Как только меня выпустили, я сейчас же отправился в монастырь за маркизой, и привез ее домой, где ее возвращение было отмечено роскошным балом, но каким балом, Господи Божий! Тласкалые уже не было в живых, самые равнодушные вспоминали о ней со слезами на глазах. Можете представить себе мое отчаяние. Я просто с ума сходил, ничего не видел вокруг. Только новое чувство, пробудив святые надежды, могло вырвать меня из этого плачевного состояния. Молодой человек, наделенный способностями, горит желанием выдвинуться. В тридцать лет он жаждет популярности, позже — уважения и почета. Популярности я уже достиг, но, наверное, не снискал бы ее, если бы люди знали, до какой степени всеми моими действиями руководила любовь. Но все мои поступки приписывались редкому благородству и необычайному мужеству. К этому присоединился тот особый энтузиазм, которого обычно не жалеют для тех, кто, не боясь опасности, привлекал своими поступками общее внимание. Окружавшая меня в Мексике популярность говорила о высоком мнении, которого держится насчет меня, и лестные знаки внимания вырвали меня из состояния того глубокого отчаяния, в которое я был погружен. Я чувствовал, что еще не заслуживал такой популярности, но надеялся стать достойным ее. Истерзанное болью мы всегда видим перед собой лишь мрачное будущее, но проведение заботясь о нашей участи зажигает неожиданно огни, и они снова озаряют наш жизненный путь. Я решил заслужить в собственных глазах ту популярность, которой пользовался. Получив должность в управлении страной, я исполнял свои обязанности с неусыпной и нелицеприятной справедливостью. Но я был создан для любви. Образ ласкалы жил в моем сердце, но тем не менее я чувствовал в нем пустоту и решил ее заполнить. После 30 лет еще можно испытать сильную привязанность и даже вызвать ее, но беда тому, кто вздумает в этом возрасте предаваться юным утехам любви. Улыбка уже не играет на устах, умильная радость не блестит в глазах, язык не лепечет очаровательного вздора. Мужчина ищет способов понравиться, но ему нелегко найти их. Ветреная и коварная стая знает в этом толк, и трепеща крыльями, улетает от него прочащая общество юноши. В общем, выражаясь по-простому, у меня не было недостатков возлюбленных, отвечавших мне взаимностью, но нежность их в большинстве случаев имела в виду определенную цель, и, как вы можете догадаться, они покидали меня для более молодых. Такое обращение иногда казалось мне обидным, но никогда не огорчало глубоко. Одни легкие цепи я сменял на другие, не более тяжелые, и откровенно признаюсь, в такого рода отношениях я испытал больше удовольствия, чем огорчений. Жене моей исполнилось 39 лет. Она все еще была хороша. По-прежнему окружали ее поклонники, но теперь это было скорее данью уважения. Люди искали разговора с ней, но уже не она была предметом этого разговора. Свет еще не отвернулся от нее, хотя в ее глазах потерял привлекательность. В это время вице-король умер. Эльвира, до тех пор проводившая время в его обществе, пожелала теперь принимать гостей у себя. Я тогда еще любил женское общество, и мне приятно было знать, что стоит спуститься этажом ниже, как я найду его. Маркиза стала для меня будто новой знакомой. Она казалась мне привлекательной, и я старался расположить ее к себе. Дочь, которая сейчас со мной путешествует, плод нашей возобновившейся связи. Однако поздние роды оказали губительное влияние на здоровье Маркизы. Она стала хворать, потом совсем слегла и уже не вставала. Я горько ее оплакивал. Она была первой моей возлюбленной и последней подругой. Нас соединяли узы крови, я был обязан ей своим состоянием, положением. Вот сколько соединилось причин для того, чтобы оплакивать эту утрату. Теряя тласкалу, я был еще окружен всеми соблазнами бытия, а Маркиза оставила меня в одиночестве, без утешений и в унынии, из которого ничто уже не могло меня вывести. Однако я сумел обрести равновесие. Я поехал в свои поместья и поселился у одного из своих вассалов, дочь которого, тогда еще слишком юная, чтобы придавать значение моему возрасту, одарила меня чувством, напоминающим любовь, и позволила сорвать несколько цветов в последние осенние дни моей жизни. Наконец, годы покрыли льдом поток моих чувств, однако нежность не покинула моего сердца. Привязанность к дочери трепещет во мне живее всех прежних увлечений. Единственное желание мое — видеть ее счастливой и умереть на ее руках. Я не могу пожаловаться. Дорогое дитя платит мне самой полной взаимностью. Участь ее уже определилась, обстоятельства благоприятствуют. Кажется, я обеспечил ее будущность, насколько можно обеспечить ее кому бы то ни было на земле. Спокойно, хоть и не без сожаления, расстанусь я с этим светом, на котором я, как каждый человек, изведал много печали, но и много счастья. Вот и вся история моей жизни. — Боюсь только, что я надоел вам, особенно вон тому сеньору, который уже давно хочет заняться какими-то вычислениями. В самом деле, Веласкес, достав таблички, что-то усердно писал. — Виноват, сеньор, — ответил наш математик Маркизу. — Твой рассказ очень меня заинтересовал. И я ни на минуту не отвлекался, слушая его, следуя за тобой по твоему жизненному пути и видя, что страсть возрастала в тебе, когда ты начал подвигаться вперед, потом удерживала тебя на достигнутой высоте в зрелом возрасте и служит тебе опорой на закате твоих дней. Мне казалось, что передо мной замкнутая кривая, ордината которой по мере движения по усе абсцисс сначала возрастает согласно уравнению кривой, потом уменьшается в соответствии с прежним возрастанием. Право, заметил Маркиз, я думал, что из пережитого мной можно сделать моральные выводы, но никогда не предполагал, чтобы оно могло служить материалом для уравнения. «Дело тут не в пережитом тобой, сеньор», — возразил Веласкеса. «В жизни человеческой и вообще физической и моральной силе, которая возрастает с годами, удерживается некоторое время на одном уровне, а затем понижается и тем самым, подобно другим силам, подчиняется незыблемому закону, а именно определенному соотношению между числом лет и размером силы, определяющейся состоянием духа. Постараюсь выразиться яснее. Предположим, что твоя жизнь — большая ось эллипса, что эта большая ось делится на 90 лет, которые тебе предназначено прожить, а половина малой оси разделена на 15 равных отрезков. Теперь обратите внимание на то, что отрезки малой оси, представляющие собой градусы активности, не являются такими величинами, как части большой оси, обозначающей годы. По самой природе эллипса мы получаем кривую линию, быстро поднимающуюся вверх, удерживающуюся некоторое время почти на месте, а потом понижающуюся пропорционально первоначальному подъему. Напоминаю вам, что моя кривая линия отражает жизнь людей, которые отличаются умеренным темпераментом и достигают наибольшей активности между 40 и 45 годами. В твоей жизни, сеньор, главным двигателем была любовь, поэтому наибольшая ордината должна была прийти с лет на 10. Раньше, где-то между 30 и 35 годами, подниматься ты должен был значительно быстрее. В самом деле, наибольшая ордината пришлась у тебя на 35 лет, так что я строю твой эллипс на большой оси, разделенной на 70 лет. Будь добр, напряги еще на минуту все свое внимание. В 14 лет ты любишь молодую девушку, а достигнув 21 года, становишься примерным мужем. В 28 лет ты первый раз изменяешь, но женщина, которую ты полюбил, отличается душевным благородством, пробуждает его и в тебе. И ты в 35 лет славно выступаешь на общественном поприще. Вскоре, однако, у тебя возникает влечение к легким связям, уже испытанное в 28 лет. Ордината этого возраста равна ординате 42 лет. Дальше ты опять становишься хорошим мужем, каким был в 21 год. Ордината этого возраста равна ординате 49 лет. Наконец, ты уезжаешь к одному из своих вацалов, и там загораешься любовью к молодой девушке, такой же, какую ты любил в 14 лет. Ордината этого возраста равна ординате 56 лет. Только прошу тебя, многоуважаемый маркиз, не подумай, будто деля большую ось твоего эллипса на 70 частей, я ограничиваю продолжительность твоей жизни этим количеством лет. Наоборот, ты можешь спокойно прожить до 90 и даже дольше, но в этом случае эллипс твой постепенно перейдет в другого рода кривую, несколько сходную с цепной линией. С этими словами Веласкис встал, странно взмахнул руками, выхватил шпагу, принялся чертить линии на песке и, наверное, развил бы перед нами теорию кривых, именуемых цепными, если бы маркиз, как и остальное общество, не особенно интересуясь доказательствами нашего математика, не попросил разрешения уйти и лечь спать. Осталась одна только Ребекка. Веласкис нисколько не обиделся на ушедших, ему было довольно прекрасной еврейки, которой он продолжал излагать свою систему, а я долго следил за его выкладками, но, в конце концов, утомленный бесконечным количеством терминов и цифр, которым никогда не испытывал ни малейшего увлечения, почувствовал, что у меня глаза слепаются, и пошел ложиться. Веласкис продолжал свои объяснения. День 46 Мексиканцы, которые оставались с нами дольше, чем рассчитывали, решили, в конце концов, оставить нас. Маркиз старался уговорить старого цыгана ехать вместе с ними в Мадрид и начать там жизнь, более отвечающую его происхождению. Но старик ни за что не соглашался. Он даже просил маркиза нигде не упоминать о нем и не выдавать тайну его существования. Путники засвидетельствовали будущему герцогу Веласкису свое уважение и сделали мне честь просьбы о дружбе с ними. Проводив их до конца долины, мы долго смотрели вслед уезжающим. Когда мы возвращались, мне пришло в голову, что ведь в караване кого-то не хватает. Я вспомнил о девушке, найденной под страшные виселицы и Лосерманес, и спросил вожака цыган, что с ней стало, и действительно ли это опять какое-то необычайное происшествие, какие-то проделки проклятых извергов, немало поиздевавшихся и над нами. Цыган с насмешливой улыбкой промолвил, «На этот раз ты ошибаешься, сеньор Альфонс». Но такова человеческая природа. Однажды, отведав чудесного, она старается увидеть его в самых простых житейских событиях. «Да, ты прав», — перебил Веласкис, «в такого рода представления можно тоже применить теорию геометрических прогрессий. Первым членом здесь будет темный суевер, а последним — алхимик или астролог. А между двумя этими членами свободно уместится еще много тяготеющих над человечеством предрассудков. Ничего не могу возразить против этого утверждения», — сказал я. «Но ведь это не объясняет мне, кто была эта незнакомая девушка». «Я послал одного из своих», — ответил цыган, «собрать о ней сведения. Мне сообщили, что это бедная сирота, которая после смерти возлюбленного помешалась и, не имея приюта, живет подаяниями проезжающих и милостыней пастухов. По большей части она бродит в одиночестве по горам и спит, где ее застанет ночь. Видимо, в тот раз она забралась под виселицу Лос-Эр-Манос и, не понимая, в каком она страшном месте, преспокойно заснула. Маркиз, движимой жалостью, велел позаботиться о ней, но дурочка, собравшись с силой, не убежала из-под стражи и скрылась где-то в горах. «Меня удивляет, что вы до сих пор нигде ее не встречали. Бедняжка, в конце концов, свалится где-нибудь со скалы и сгинет без следа. Хоть признаться, жалеть о таком жалком существовании не стоит. Иногда пастухи разведут костер и вдруг видят, подходит Долорита, так зовут несчастную, преспокойно садится, уставится пронзительным взглядом на кого-нибудь из них, потом обовьет ему шею руками и называет именем умершего возлюбленного. Сначала пастухи убегали от нее, но потом привыкли и теперь смело подпускают ее к себе и даже кормят. После того, как цыган это сказал, Веласкис принялся рассуждать о силах противоборствующих и друг друга поглощающих, о страсти, которая после долгой борьбы с разумом в конце концов победила его и, вооружившись жезлом безумия, сама воцарилась в мозгу. Меня удивили слова цыгана. Я не понимал, как это он упускает случай снова угостить нас при длинной истории. Может быть, единственной причиной краткости, с которой он поведал нам историю Долориты, было появление вечного жида, который быстро выбежал из-за горы. Каббалист стал произносить какие-то странные заклинания, но вечный жид долго не обращал на них внимания. Наконец, как бы только из учтивости к присутствующим, подошел к нам и сказал Усэйде, «Кончилось твое господство. Ты потерял власть, которая оказалась недостойной. Тебя ждет страшное будущее». Каббалист захохотал во все горло, но, видно, смех был неискренней, так как он тут же, чуть не умаляющим тоном, заговорил с вечным жидом на каком-то незнакомом языке. «Хорошо», — сказала Гесфер. «Только нынче, и в последний раз, больше ты меня не увидишь. Это неважно», — возразил Усэда. «Там видно будет, а пока старый наглец. Используй время нашей прогулки и продолжи свой рассказ. Мы еще посмотрим, у кого больше власти. У шейха Таруданта или у меня. К тому же мне известны причины, по которым ты хочешь от нас скрыться, и, можешь быть, уверен, я все их раскрою». Несчастный бродяга бросил на каббалиста уничтожающий взгляд, но, видя, что сопротивление бесполезно, занял, как обычно, место между мной и Веласкесом и после небольшого молчания начал так. Продолжение истории Вечного Жида Я рассказывал вам, как в тот самый миг, когда я уже почти достиг заветной цели, в храме поднялась суматоха, и на нас накинулся какой-то фарисей, назвавший меня мошенником. Как обычно бывает в таких случаях, я ответил ему, что он клеветник, и если сам сейчас же отсюда не уберется, я прикажу моим людям вышвырнуть его вон. Довольно, закричал фарисей, обращаясь к присутствующим. Этот негодный Таддукей морочит вам голову, пустил ложный слух, чтобы разбогатеть за ваш счет. Он пользуется вашим легковерием, но пора сорвать с него маску. Чтобы доказать вам, что я не вру, предлагаю каждому из вас за унцию серебра вдвое больше золота. Таким путем фарисей еще наживал двадцать пять на сто, но народ, охваченный жаждой наживы, обступил его со всех сторон, величая благодетелем города и не скупясь на самые злые насмешки по моему адресу. Понемногу страсти разгорелись, люди стали от слов переходить к действиям, и мгновенно в храме поднялся такой гвалт, что ничего нельзя было разобрать. Видя, что надвигается страшная буря, я вскоре отослал сколько мог серебра и золота домой. Но прежде чем слуги успели все вынести, народ в ярости бросился на столы и стал хватать оставшиеся монеты. Напрасно оказывал я самое мужественное сопротивление, противная сторона одолевала. В одну минуту храм стал полем боя. Не знаю, чем бы все это кончилось, может быть, я не вышел бы оттуда живым, кровь лилась у меня из головы, если бы вдруг не вошел пророк Назарецкий со своими учениками. Никогда не забуду повелительного грозного голоса, в одно мгновение усмирившего весь этот хаос. Мы ждали, чью сторону он возьмет. Фарисей был уверен, что выиграл спор, но пророк обрушился на обе стороны, обличая их в святодатстве, о сквернении скинии завета и в том, что мы пренебрегли создателем ради добра Бесовского. Речь его произвела сильное впечатление на собравшихся. Храм стал наполняться людьми, среди которых было много сторонников нового учения. Обе враждующие стороны поняли, что вмешательство третьего им очень невыгодно. И мы не ошиблись, так как грянул клич вон из храма, вырвавшийся будто из одной груди. Тут народ в фанатическом иступлении, уже не думая о наживе, стал выбрасывать столики и выталкивать нас за двери. На улице давка все усиливалось, но народ в большинстве своем обращал внимание на пророка, а не на нас, и я, пользуясь общей суматохой, незаметно боковыми улочками добрался до дому. В дверях я столкнулся с нашими слугами, которые прибежали, неся ту часть денег, которую удалось спасти. Одного взгляда на мешки было мне довольно, чтобы убедиться, что хоть на прибыль рассчитывать не приходится, но и потери нет. Я вздохнул с облегчением. Садыкия уже знал обо всем. Сара с тревогой ждала моего возвращения. Увидев, что я в крови, она побледнела и кинулась мне на шею. Старик долго озирался в молчании, тряс головой, словно собирался с мыслями и, наконец, промолвил. Я обещал тебе, что Сара будет твоей, если ты удвоишь доверенные тебе деньги. Что ты с ними сделал? Не моя вина, отвечал я, если непредвиденный случай помешал моим намерениям. Я защищал твое достояние с опасностью для собственной жизни. Можешь пересчитать свои деньги, ты ничего не потерял, наоборот. Есть даже некоторая прибыль, о которой, конечно, не стоит говорить по сравнению с той, которая нас ждала. Тут мне вдруг пришла в голову счастливая мысль. Я решил сразу бросить все на чашу весов и прибавил. Но если хочешь, чтобы сегодняшний день был днем прибыли, я могу восполнить ущерб другим способом. Как же это, воскликнул Цедыкия. Опять какие-нибудь затеи, столь же удачные, как прежние? Ничуть не бывало, возразил я. Ты сам убедишься, что ценность, которую я тебе предлагаю, вполне реальная. С этими словами я выбежал из комнаты и через минуту вернулся со своим бронзовым ларцом. Цедыкия внимательно смотрел на меня, на губах у Сары появилась улыбка надежды, а я открыл ларец, вынул оттуда бумаги и, разорвав их пополам, протянул старику. Цедыкия сразу понял, в чем дело. Судорожно схватил бумаги, выражение непередаваемого гнева появилось на его лице. Он встал, хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Участь моя решалась, я упал старику в ноги и стал обливать их горючими слезами. При виде этого Сара опустилась рядом со мной на колени и сама не зная почему, вся в слезах стала целовать дедушке руки. Старик опустил голову на грудь, буря чувств бушевало в груди его. Он молча разорвал бумаги на мелкие клочки, потом вскочил и поспешно вышел из комнаты. Мы остались одни, во власти самого мучительного недоумения. Признаться, я потерял всякую надежду, но после того, что произошло, мне больше нельзя было оставаться в доме Цедыкии. Поглядел еще раз на плачущую Сару и вышел, но вдруг увидел, что в сенях полно народу и все светятся. На мой вопрос в чем дело, мне ответили с улыбкой, что от меня меньше, чем от кого-либо следовало бы ждать такого вопроса, ведь Цедыкия прибавили они, выдает за тебя свою внучку и приказал поспешить с приготовлениями к свадьбе. Можете себе представить, как от отчаяния я сразу перешел к неописуемому блаженству. Через несколько дней я женился на Саре. Мне не хватало только, чтобы мой друг был со мной в это счастливое время, но Германус, увлекшись проповедью на заветского пророка, принадлежал к числу тех, кто выгонял нас из храма, и я, несмотря на мое дружеское чувство, вынужден был порвать с ним всякие отношения и с тех пор совсем потерял его из вида. После стольких испытаний мне подумалось, что для меня наступила спокойная жизнь, тем более, что я отказался от ремесла менялы, в котором таилось столько опасностей. Я решил жить на свои средства, а чтобы не тратить напрасно времени, отдать деньги в рост. И действительно, недостатков позьбы хозяина не было, так что я получал значительный доход. А Сара с каждым днем все больше услаждала мне жизнь. Как вдруг неожиданный случай все изменил. Но солнце уже заходит. Для вас приближает время сна, а меня вызывает могучее заклинание, к которому я не в силах сопротивляться. Прощайте. И бродяга скрылся в соседнем ущелье. Последние слова его удивили меня. Я спросил каббалиста, как их надо понимать. Я сомневаюсь, ответил Уседа, что мы услышим продолжение рассказа. Этот бездельник всякий раз, дойдя до того момента, когда он за оскорбление пророка был приговорен к вечному скитанию, обычно исчезает и никакие силы в мире не способны заставить его вернуться. Меня последние слова его не удивили. С некоторых пор я сам замечаю, что бродяга сильно постарел, но он не умрет, так как в противном случае, что стало бы с вашим преданием? Видя, что каббалист хочет вступить на путь таких высказываний, которые не следует слушать правоверным католикам, я прервал беседу, отошел от остального общества и вернулся один в свой шатер. Вскоре все тоже разошлись, но, видно, легли не сразу. Я долго еще слышал голос Веласкеса, развивавшего перед древекой какие-то математические доказательства. День сорок седьмой. На другой день цыган объявил нам, что ждет нового подвоза товаров и для верности решил провести некоторое время на этом месте. Эта новость очень нас обрадовала, так как во всей горной цепи Сьерра-Морена невозможно было найти более прелестного уголка. С утра я пустился в обществе нескольких цыган на охоту в горы, а вечером после возвращения присоединился к остальному обществу и стал слушать дальнейший рассказ вожака цыган, который начал так. Продолжение истории вожака цыган. Я вернулся в Мадрид с кавалером Толедо, решившим щедро вознаградить себя за время, проведенное в монастыре Комедулов. Приключения Лопеса Суареса живо его заинтересовали. По дороге я сообщил ему некоторые подробности. Кавалер внимательно слушал, потом сказал, вступая в новую жизнь после покаяния, следовало бы начать с какого-нибудь доброго поступка. Мне жаль этого бедного юношу, который, находясь на чужбине, не имея ни друзей, ни знакомых, больной, покинутый и к тому же влюбленный, не знает, на что ему решиться. «Аварито, проведи меня к Суаресу, может быть, я сумею быть ему чем-нибудь полезен». Намерение Толедо нисколько меня не удивило, я уже давно имел возможность убедиться в его благородном образе мыслей и всегдашней готовности оказать помощь другому. На самом деле, приехав в Мадрид, кавалер тотчас же отправился к Суаресу. Я пошел с ним. Как только мы вошли, нас поразило страшное зрелище. Лопес лежал в жестоком приступе лихорадки. Глаза у него были открыты, но он ничего не видел. По временам только слабая улыбка пробегала по его запекшимся губам. Быть может, он мечтал в эти мгновения о возлюбленной Инессе. Возле кровати сидел в кресле Бускерос, но он даже не обернулся, когда мы вошли. Подойдя к нему, я увидел, что он спит. То ледо приблизился к виновнику несчастья бедного Суареса и дернул его за руку. Дон Рокке проснулся, протер глаза, выпучил их и воскликнул, что я вижу. Сеньор Дон Хосе здесь. Вчера я имел честь встретить на праду сиятельного герцога Лерму, который пристально на меня посмотрел, видимо, желая короче со мной познакомиться, если его сиятельству понадобятся мои услуги, благоволить передать сеньор своему знаменитому брату, что я в любую минуту к его услугам. То ледо остановил нескончаемый поток слов Бускероса замечанием сейчас не о том речь. Я пришел узнать, как себя чувствует больной и не нужно ли ему чего-нибудь. Больной чувствует себя плохо, ответил Дон Рокке. Он нуждается прежде всего в здоровье, утешении и руке прекрасной Инессы. Что касается первого, ответил то ледо, то я сейчас схожу за лекарем моего брата, одним из искуснейших в Мадриде. Что касается второго, подхватил Бускерос, ему ничем не поможешь, потому что вернуть жизнь его отцу невозможно. А насчет третьего могу вас уверить, что не жалею трудов для того, чтобы привести этот замысел в исполнение. Как, воскликнул я, отец Дона Лопеса умер, да, ответил Бускерос, внук того самого Иньего Суареса, который, избродив много морей, основал торговый дом в Кадисе. Больной стал уже чувствовать себя гораздо лучше и, конечно, скоро совсем был выздоровел, если бы снова не уложила его в постель весть о кончине родителя. Но так как сеньор продолжал Бускерос, обращаясь к Толеду, ты искренне интересуешься судьбой моего друга, позволь мне принять участие в поисках лекаря и одновременно предложить тебе свои услуги. После этого оба ушли, а я остался один при больном. Долго всматривался в его бледное лицо, на котором в такой короткий срок выступили морщины страдания, и в душе проклинал нахало причину всех несчастья Суареса. Больной спал, и я сидел, сдерживая дыхание, чтобы невольным движением не нарушить его покой, как вдруг в дверь постучали. Я встал в раздражении и на цыпочках пошел отворять. Передо мной была уже немолодая, но очень миловидная женщина. Увидев, что я приложил палец к губам в знак необходимости молчать, она попросила меня выйти к ней в переднюю. «Мой юный друг», — сказала она, «ты не скажешь мне, как себя чувствует нынче сеньор Суарес?» «По-моему, неважно», — ответил я, «но сейчас он заснул, и я надеюсь, что сон подкрепит его». «Мне сказали, что он очень страдает», — продолжала незнакомка. «Я одна особа, которая им интересуется, просила меня пойти и самой убедиться, в каком он состоянии. Будь любезен, когда он проснется, передай ему эту записку. Завтра я приду узнать, не стало ли ему лучше». С этими словами дама исчезла, а я спрятал записку в карман и вернулся в комнату. Вскоре пришел Толедо с врачом. Почтенный служитель Эскулапа напоминал своей наружностью доктора Сангре Морено. Он остановился над ложем больного, покачал головой, потом сказал, что в данную минуту ни за что не может поручиться, но что он останется на всю ночь при больном и завтра сможет дать окончательный ответ. Толедо дружески обнял его, попросил не жалеть усилий, и мы вышли вместе, давая себе каждый мысленно слово на другой день чуть свет вернуться. По дороге я рассказал кавалеру о посещении незнакомки. Он взял у меня записку и промолвил, уверен, что письмо от прекрасной Инессы. Завтра, когда Суарес будет чувствовать себя лучше, можно будет ему вручить записку, право я полжизни готов отдать за счастье этого молодого человека, которому причинил столько страданий. Но уже поздно, нам тоже после дороги нужен отдых, пойдем, переночуешь у меня. Я охотно принял приглашение человека, к которому начал все сильнее привязываться и, поужинав, заснул крепким сном. На другой день мы пошли к Суаресу. По лицу врача я понял, что его искусство одержало победу над болезнью. Больной еще был очень слаб, но узнал меня и сердечно приветствовал. Толедо рассказал ему, каким образом стал причиной его падения, уверил, что в будущем постарается всеми средствами возместить ему испытанные неприятности и попросил, чтобы он отныне считал его своим другом. Суарес с благодарностью принял это предложение и протянул кавалеру свою ослабевшую руку. Толедо вышел с врачом в соседнюю комнату. Тут, воспользовавшись подходящей минутой, я передал Суаресу записку. То, что в ней было написано, оказалось, видимо, самым лучшим лекарством. Суарес сел в постели, из глаз его полились слезы, он прижал письмо к сердцу и голосом, прерывающимся от рыданий, промолвил «Великий Боже, значит, ты не оставил меня. Я не один на свете. Инесса, моя дорогая Инесса, не забыла обо мне. Она любит меня. Благородная сеньора Авалас приходила узнать о моем здоровье». «Да, сеньор Лопес», ответил я, «Но ради Бога, успокойся, неожиданное волнение может тебе повредить». То Ледо услыхал мои последние слова, он вошел вместе с врачом, который рекомендовал больному прежде всего покой, назначил ему жаропонижающее питье и ушел, обещав вечером вернуться. Через некоторое время дверь опять приоткрылась и вошел Бускерос. «Браво!» воскликнул он. «Превосходно! Я вижу нашему больному гораздо лучше. Очень хорошо, потому что скоро нам придется развить самую энергичную деятельность. В городе ходят слухи, что на днях дочь банкира выходит замуж за герцога Санта-Мауру. Пускай болтают, что хотят. Посмотрим, чья возьмет. Между прочим, я встретил в трактире золотой олень дворянина из свиты герцога и намекнул ему слегка, что им придется уехать не с салона хлебавши. Разумеется, перебил Толедо. Я тоже считаю, что сеньор Локас не должен терять надежды, хотя желал бы, чтобы на этот раз вы, сударь, ни во что не мешались. Кавалер произнес это подчеркнуто твердо. Дон Рокке, видимо, не посмел ничего ответить. Я только заметил, что он с удовольствием глядит, как Толедо прощается с Суаресом. Красивые слова, ничего нам не дадут, сказал Дон Рокке, когда мы остались одни. Здесь нужно действовать, и при том, как можно быстрее. Нагляд еще не успел договорить, как я услышал стук в дверь. Я подумал, что это сеньора Авалас и шепнул Суаресу на ухо, чтобы он выпустил Бускероса через черный ход, но тот возмутился, услышав это, и сказал, повторяю, надо действовать. Если это посещение связано с главным нашим делом, я должен при нем присутствовать или, по крайней мере, слышать весь разговор из другой комнаты. Суарес кинул на Бускероса умоляющий взгляд, а тот, видя, что его присутствие больному очень неприятно, вышел в соседнюю комнату и спрятался за дверью. Сеньора Авалас была недолго. Она радостно поздравила Суареса с выздоровлением, уверила его, что Инесса все время о нем думает и любит его, что она, сеньора Авалас, пришла навестить его по ее просьбе и, наконец, что Инесса, узнав о выпавшем на его долю новом несчастье, решила нынче вечером вместе с тетей навестить его и словами утешения и надежды придать ему бодрости для перенесения посланных судьбой испытаний. Как только сеньора Авалас ушла, в комнату опять ворвался Бускерос со словами, что я слышал. Прекрасная Инесса хочет навестить нас сегодня вечером? Вот это истинное доказательство любви. Бедная девушка даже не думает о том, что этим необдуманным поступком может навеки погубить себя, но тут мы подумаем за нее. Сеньор Дон Лопес, я бегу к моим друзьям, расставлю их как часовых и скажу, чтобы они не впускали в дом никого чужого, не волнуйся, я беру все это дело на себя. Суарес хотел что-то сказать, но Дон Рока выскочил вон, как ошалевый. Видя, что надвигается новая буря и Бускерос опять задумывал какую-то проделку, я, не говоря ни слова больному, как можно скорее поспешил к то леду и рассказал ему обо всем, что произошло. Кавалер нахмурился и, подумав, велел мне вернуться к Суаресу и сказать ему, что он, то леду, сделает все, чтобы предотвратить выходки нахала. Вечером мы услыхали стук колес остановившегося экипажа. Через мгновение вошла Инесса с тетей. Не желая тоже быть назойливым, я незаметно вышел за дверь, как вдруг снизу послышался шум. Я поспешил вниз и увидел, что то леду горячо спорит с каким-то незнакомцем. Сударь, говорил приезжий, клянусь, я сюда войду. Моя нареченная ходит в этот дом на любовное свидание с одним жителем Кадиса. Я твердо это знаю. Друг этого мерзавца вербовал в трактире золотой олень при моем дворецком каких-то головорезов, чтобы те караулилили, пока пара голубков будет вместе. Прости, сеньор, возразил то леду. Я ни в коем случае не могу позволить тебе войти в этот дом. Не отрицаю сюда. Недавно вошла одна молодая женщина, но это моя родственница, и я никому не дам ее в обиду. Ложь, воскликнул незнакомец. Это женщина Инесса Морро, моя нареченная. Сеньор, ты назвал меня лжецом, возразил то леду. Прав ты или нет, неважно, но ты меня оскорбил, и прежде чем сделаешь шаг, должен дать мне удовлетворение. Я кавалер Толедо, брат герцога Лярмы. Незнакомец приподнял шляпу и промолвил герцог Санта Маура, сеньор, к твоим услугам. С этими словами он сбросил плащ и обнажил шпагу. Фанат над дверью кидал бледный свет на сражающихся. Я прислонился к стене, дожидаясь конца этого печального происшествия. Вдруг герцог выпустил шпагу из руки, схватился за грудь и растянулся во весь рост на земле. Как раз в это время враг герцога Лярмы пришел навестить Суареса. Толедо подвел его к герцогу и с тревогой осведомился, не смертельно ли рано. Нет, нет, возразил врач. Прикажите только как можно скорее перенести его домой и перевязать. Через несколько дней он будет здоров шпага не за дело легких. Он дал раненому нюхательную соль, Санта Маура открыл глаза. Тогда Толедо подошел к нему и сказал, светлейший герцог, ты не ошибся, прекрасная Инесса, здесь, у молодого человека, которого она любит больше жизни. Судя по тому, что произошло между нами, ваше сиятельство слишком благородно, чтобы принуждать молодую девушку к союзу, который ей не по сердцу. Синьор Кавалер возразил слабым голосом Санта Маура, я не могу сомневаться в истине твоих слов, но меня удивляет, что прекрасная Инесса сама не сказала мне, что сердце ее не свободно. Несколько слов из ее уст, либо несколько слов написанных ее рукой, герцог хотел продолжать, но опять потерял сознание. Его унесли домой, а Толедо побежал наверх сказать Инессе, чего требует ее поклонник, соглашаяся оставить ее в покое и отказаться от ее руки. Что же ко всему этому добавить? Вы с нами догадываетесь, чем дело кончилось. Суарес, уверенный в любви своей возникненной, стал быстро выздоравливать. Он потерял отца, но приобрел друга и жену, так как отец Инессы не разделял ненависти, которые пылал к нему покойный Гаспар Суарес, и охотно согласился на их брак. Молодые сейчас же после свадьбы уехали в Кадис, в узкий рост проводил их на несколько миль от Мадрида и сумел выманить у новобрачных кошелек с золотом за мнимые услуги. Что касается меня, я полагал, что судьба никогда больше не сведет меня с несносным нахалом, к которому я испытывал невыразимое отвращение, а между тем вышло иначе. С некоторых пор я стал замечать, что Дон Роке часто называет имя моего отца, предвидя, что это знакомство не может быть нам полезным, я стал следить за каждым шагом Бускероса и узнал, что у него есть родственница некая Гита Семьенто, которую он хочет непременно выдать за моего отца, зная, что Дон Авадор человек зажиточный и может быть даже более богатый, чем думают. Как бы то ни было, прекрасная Гита уже сняла квартиру на той узкой улице, куда выходил балкон моего отца. Тетка моя была тогда в Мадриде, я не мог отказать себе в радости обнять ее. Добрая тетя Долоноса, увидев меня, растрогалась до слез, но заклинала не показываться в обществе до окончания срока моего покаяния. Я рассказал ей о замыслах Бускероса. Она признала, что необходимо помешать их осуществлению и обратилась за советом к дяде своему, достопочтенному театинцу Хирониму Сантесу, но тот решительно отказал в своей помощи, утверждая, что как монах он не должен вмешиваться в мирские дела и что он только тогда уделяет внимание семейным делам, когда речь идет о примирении ссорящихся или предотвращении раздоров, а о случаях другого рода не желает и слышать. Предоставленный самому себе, я хотел было довериться кавалеру, но тогда мне пришлось бы объяснить, кто я, чего никак нельзя было сделать, не нарушив законов чести. Между тем, я стал внимательно следить за Бускеросом, который после отъезда Суареса привязался к Толеду, хотя далеко не так назойливо, и каждый день приходил узнать, не потребуются ли кавалеру его услуги. При этих словах цыгана один из его подчиненных явился давать ему отчет о таборных делах, и в этот день мы его больше не видели. День сорок восьмой Когда на другой день мы собрались вместе, цыган, уступив общим просьбам, стал рассказывать дальше. Продолжение истории вожака цыган. Лопес Суарес уже две недели был счастливым супругом прелестной Инессы, а Бускерос, доведя до конца, как ему казалось, это важное дело, привязался к Толеду. Я предупредил кавалера насчет нахальство его приспешника, но Дон Рок и сам чувствовал, что на этот раз надо быть осторожней. Толеду позволил ему приходить, и Бускерос понимал, что сохранить это право можно только не злоупотребляя им. Однажды кавалер спросил его, что это за увлечение, которому герцог Аркос отдавался столько лет, и действительно ли эта женщина была настолько хороша, что сумела так долго удерживать герцога. Бускерос с важным видом промолвил ваша светлость, вы, конечно, глубоко уверены в моей преданности, коли спрашиваете меня относительно тайны моего бывшего опекуна. С другой стороны, имея честь быть столь близко знакомым с вашей светлостью, я не могу сомневаться, что некоторая легкость, которую я заметил в вашем обхождении с женщинами, не распространится на меня, и ваша светлость не захочет подвергать опасности своего верного слугу, выдав его тайну, сеньор Бускерос, заметил кавалер, я не просил тебя о Панегирике, знаю, знаю, сказал Бускерос, но Панегирик по адресу вашего высочества всегда на устах у тех, которые имели честь завязать с вами знакомство. Историю, о которой ваша светлость меня спрашивает, я начал рассказывать молодому негацианту, которого мы недавно женили на прекрасной Нессе, но не кончил рассказа. Лопес Суарес пересказал ее маленькому аварито, а тот мне, ты остановился на том, что Фраскита рассказала тебе свою историю в саду, а переодетый Аркос под видом ее подруги подошел к тебе и сказал, что дело идет об ускорении отъезда Корнадеса и что он хочет, чтобы тот не просто совершил паломничество, но некоторое время пожил в одном из святых мест. В вашей светлости поразительная память, заметил Бускерос. В самом деле светлейший герцог обратился ко мне с этими словами, но так как в вашей светлости история жены уже известна, мне по порядку надлежит начать историю мужа и объяснить, каким образом свел он знакомство с ужасным пилигримом по имени Эрвас. Толеду сел, промолвив, что завидует герцогу, имевшему такую возлюбленную как Фраскита, что он всегда любил дерзких женщин, и что в этом отношении она превосходит всех, каких он до сих пор знал. Бускерос двусмысленно улыбнулся, потом начал свой рассказ. История Корнадеса Муж Фраскиты был сыном горожанина из Саламанки. Имя его было поистине вещим. Примечание имя Корнадес происходит от испанского слова Корнато рогоносец. Он долго занимал какую-то второстепенную должность в одной из местных канцелярий и одновременно вел небольшую оптовую торговлю, снабжая товарами мелких лавочников. Потом получил порядочное наследство и решил по примеру большей части своих родственников предаться ничего не деланию. Все его занятия сводились к посещению церквей и общественных сборищ до курения сигар. Ваша светлость конечно понимает, что при такой склонности к покою Корнадесу не следовало жениться на первой попавшейся хорошенькой резвушке, строившей ему глазки в окне. Но в том и заключается великая загадка человеческого сердца, что никто не поступает так, как должен поступить. Один все счастье видит в браке, всю жизнь колеблется перед выбором и в конце концов умирает холостым. Другой клянется никогда не жениться и несмотря на это меняет жен одну за другой. Так вот и наш Корнадес женился. Сначала счастье его не поддавалось описанию. Вскоре однако он стал жаловаться, особенно когда увидел, что у него на шее не только граф Де Пеннифлор, но еще и тень его вырвавшаяся на горе несчастного мужа прямо из преисподней. Корнадес помрачнел и перестал показываться в обществе. Он велел перенести свою кровать в кабинет, где стояли Налой и Крапильница. Днем он редко видел жену и стал все чаще ходить в церковь. Как-то раз он встал возле одного пилигрима, который вперил в него такой пронзительный взгляд, что Корнадес с охваченной тревогой должен был выйти из церкви. Вечером он опять встретил его на прогулке и с тех пор стал его встречать всегда и всюду. Где бы он ни находился, неподвижный пронзительный взгляд пилигрима повергал его в невыразимую тревогу. Наконец, преодолевая враждебную робость, Корнадес сказал, «Сеньор, если ты не перестанешь меня преследовать, я подам жалобу Алькальду, жалобу, жалобу», возразил пилигрим унылым замогильным голосом, «Да, тебя преследуют, но кто? Твои сто дублонов, уплаченные за голову и убитые, погибшие без причастия. Что, я не угадал? Кто ты?» спросил Корнадес, объятый ужасом, «Я осужденный на вечные муки», ответил пилигрим, «Но уповаю на милосердие Божие». «Слышал ли ты когда-нибудь об ученом Ирвасе?» «Все уши прожужжали мне об этой истории», сказал Корнадес, «Это был безбожник, который плохо кончил, вот именно», продолжал пилигрим, «А я его сын с самого рождения отмеченный клеймом проклятия». «Но взамен мне дана власть обнаруживать клеймо на лбах грешников и наставлять их на путь спасения, иди за мной, жалкая игрушка сатаны, чтобы узнать меня ближе». Пилигрим привел Корнадеса в сад отцов цилистинцев и, сев с ним на скамью в одной из самых пустынных аллей, повел свой рассказ. История Диего Эрваса, рассказанная его сыном, осужденным пилигримом. «Меня обратил на себя внимание необычайным рвением к наукам. Вскоре он оставил далеко позади своих однокашников, а через несколько лет одерживал верх в спорах со всеми профессорами. Запершись в своей коморке с творениями лучших представителей всех наук, он возымел сладкую надежду достичь такой же славы, чтобы имя его было сопричислено к именам знаменитейших ученых. К этому стремлению, как ты видишь, слишком неумеренному Диего присоединил еще другое. Он задумал издать свои труды анонимно и только после всеобщего признания их ценности объявить свое имя и мгновенно прославиться. Увлеченный этими замыслами, он решил, что Соломанка представляет собой не тот небосклон, на котором великолепная звезда его судьбы могла бы заблистать с соответствующей яркостью и устремил свои взгляды к столице. Там без сомнения оцениваются по достоинству, вызывая преклонение толпы, доверие министров и даже покровительство короля. Диего считал поэтому, что только столица способна по достоинству оценить его замечательное дарование. Перед глазами нашего молодого ученого были геометрия Кортезиуса, анализ Гариота, творения Ферма и Роберваля. Он ясно видел, что эти великие гении, прокладывая дорогу науки, подвигались вперед неуверенными шагами. Он собрал вместе все их великие открытия, сделал выводы, какие тогда никому в голову не приходили, и предложил поправки к применявшимся тогда логарифмам. Он работал над своим произведением больше года. В то время книги по геометрии писались исключительно по латыни, но Ирваз ради большей доступности написал свою по-испански, а чтобы привлечь всеобщее внимание, дал ей такое заглавие раскрытие тайны анализа с сообщением о бесконечно малых всех степеней. Когда рукопись была окончена, мой отец вступил в свое совершеннолетие и получил в связи с этим уведомление от своих опекунов. Они сообщали, что имущество его, составлявшее первоначально 8000 пистолей, в силу целого ряда непредвиденных обстоятельств сократилось до 800, которые после утверждения официального отчета опеки будут ему немедленно вручены. Ирваз, подсчитав, что на печатание рукописи и дорогу в Мадрид потребуется как раз 800 пистолей, поспешил утвердить отчет опеки, взял деньги и отправил рукопись в цензуру. Цензоры теологического отделения стали было чинить ему препятствия, так как анализ бесконечно малых величин, по их мнению, мог привести к атомам эпикура, учению осужденному церковью. Цензорам объяснили, что речь идет об отвлеченных величинах, а не о материальных частицах, и они сняли свои возражения. Из цензуры сочинение перешло в печатню. Это был огромный том в четвертую часть листа, для которого нужно было отлить недостающие алгебраические знаки и даже приготовить новые литеры. Таким образом, выпуск тысячи экземпляров обошелся в 700 пистолей. Рвас потратил их тем охотнее, что рассчитывал получить три пистоля за экземпляр, что давало ему 2300 пистолей чистой прибыли. Хоть он и не гнался за прибылью, однако не без удовольствия думал о возможности получить эту кругленькую сумму. Печатание длилось больше полугода. Рвас сам держал корректуру, и скучная работа эта стоила ему больших усилий, чем само писание трактата. Наконец, самая большая телега, какую только можно было найти в Саламанке, доставила ему на квартиру тяжелые тюки, на которых он основывал свои надежды на славу в настоящем и бессмертие в будущем. На другой день Рвас опьяненный радостью и упоенной надеждой, навьючил своим произведением восемь мулов, сам сел на девятого и двинулся по дороге на Мадрид. Прибыв в столицу, он спешился перед лавкой книготорговца Морено и сказал ему, сеньор Морено, на этих мулах 999 экземпляров произведения, тысячный экземпляр которого я имею честь преподнести тебе. 100 экземпляров ты можешь продать в свою пользу за 300 пистолей, а в остальных дашь мне отчет. Я льщу себя надеждой, что издание разойдется в несколько недель и я смогу выпустить второе, которое дополню некоторыми объяснениями, пришедшими мне в голову во время печатания. Морено как будто усомнился в возможности такой быстрой распродажи, но увидев разрешение саламангских цензоров, принял Чуки к себе в магазин и выставил несколько экземпляров для обозрения покупателей. Айрваз отправился в трактир и не теряя времени тотчас занялся объяснениями, которыми хотел снабдить второе издание. По прошествии трех недель наш геометр решил, что пора наведаться к Морено за деньгами и эдак с тысячу пистолей принести домой. Пошел и с невероятным огорчением узнал, что до сих пор ни одного экземпляра не продано. Вскоре он получил еще более чувствительный удар. Вернувшись к себе в трактир, он застал там придворного Аль-Гвасила, который велел ему сесть в закрытую повозку и доставил его в Сегавийскую тюрьму. Может быть, покажется странным, что с геометром поступили как с государственным преступником, но на это была особая причина. Экземпляры, выставленные у Морено, вскоре попали в руки постоянных посетителей его лавки. Один из них, прочитав заглавие раскрытия тайны анализа, сказал, что это, наверное, какой-нибудь пасквиль на правительство. Другой, присмотревшись к заглавию внимательнее, добавил с язвительной улыбкой, что это вне всякого сомнения ничто иное, как сатира на Дона Педро де Аланьес, так как слово-анализ анаграмма фамилии Аланьес, а дальнейшая часть заглавия о бесконечно малых всех степеней явно относится к этому министру, который в самом деле физически бесконечно малый, бесконечно толстый, духовный, бесконечно надменен и бесконечно груб. Эта штука говорит о том, что посетителям книжной лавки Морено позволялось говорить что угодно и правительство смотрело сквозь пальцы на этот кружок зубоскалов. Кто знает Мадрид, тому известно, что низшие слои этого города в известном смысле не отличаются от верхов. Их интересуют те же происшествия, они держатся тех же взглядов и остроты возникшие в большом свете передаются из уст в уста кружа по всем улицам. То же произошло и с шуточками завсегдатые в книжной лавке Морено. Вскоре все цирюльники, а за ними и весь народ знали их на память. С тех пор министра Аланьеса не называли иначе как анализ бесконечно малых. Сановник этот уже привык к общему нерасположению и не обращал на него никакого внимания, но удивленный часто повторяемым прозвищем как-то раз спросил своего секретаря что оно обозначает. В ответ он услышал что поводом к этой шутке послужила одна книжка по математике продающаяся у Морено. Министр не входя в подробности приказал первым делом посадить автора а потом конфисковать издание. Эрваз не зная причины постиг его кары сидя в Сеговийской башне без пера и чернил не имея представления когда его выпустят на свободу решил для препровождения времени припомнить все свои знания то есть восстановить в памяти все что знал из каждой науки. И с превеликим удовлетворением убедился что действительно охватывает весь круг человеческих знаний и мог бы как когда-то Пикоделло Мирандола с успехом выступить в диспуте обо всем доступном познанию распалившись жаждой прославить свое имя в ученом мире он задумал написать произведение в сто томов которое охватывало бы все что тогда знали люди и выпустить его без имени публика конечно подумала бы что это творение какого-то ученого общества и тогда Рвас объявил бы свое имя сразу снискав славу и репутацию всестороннего мудреца нужно признать что силы ума его действительно отвечали этому грандиозному предприятию он сам прекрасно понимал это и всей душой отдался замыслу угождавшему двум душевным страстям его любви к наукам и чистолюбию так для Рваса незаметно пролетело шесть недель а потом его вызвал к себе начальник тюрьмы там он увидел первого секретаря министра финансов этот человек склонился перед ним с некоторой почтительностью и промолвил дон Диего ты хотел появиться в свете не имея покровителя и это было очень неразумно когда против тебя выдвинули обвинение никто не встал на твою защиту тебя обвинили в том что твой анализ бесконечно малых выпад против министра финансов дон Педро де Аланьес в справедливом гневе приказал сжечь весь тираж твоего произведения но удовлетворившись этим соизволил простить тебя и предлагает тебе место кантадора в своей канцелярии тебе будет доверена проверка счетов запутанность которых иногда ставит нас в тупик выходи из тюрьмы в которую ты никогда больше не вернешься сперва ирваз впал в уныние узнав что 999 экземпляров его труда стоивших ему стольких усилий сожжено но решив строить свою славу на новой основе скоро утешился и занял предлагаемое ему место там ему подали реестры аннат табели учета с указанием скидок и тому подобные материалы требующие расчеты которые он и произвел без малейшего труда внушив уважение своим начальникам ему выплатили жалование за три месяца вперед и дали квартиру в одном из казенных домов тут цыгана вызвали по таборным делам и нам пришлось подождать с удовлетворением нашего любопытства до следующего раза день 49 мы собрались рано в гроте ревекка отметила что Бускерос изложил свою историю очень ловко заурядный интриган сказала она для устранения корнадеса ввел бы призраки в покрывалах которые произвели бы на него впечатление развеявшиеся после минутного размышления но Бускерос поступает иначе он старается воздействовать на него словами история атеиста Эрваса всем известна иезуит Гранада изложил ее в примечаниях к своему произведению а осужденный Пилигрим объявляет себя его сыном чтобы внушить еще больший ужас Корнадесу ты слишком торопишься с выводами возразил старый цыган Пилигрим мог на самом деле быть сыном атеиста Эрваса и конечно того о чем он рассказывает нет в легенде которую ты имеешь виду мы находим там лишь кое-какие подробности о смерти Эрваса но дослушай пожалуйста всю историю до конца продолжение истории Диего Эрваса рассказанное его сыном осужденным Пилигримом Итак Эрвасу вернули свободу и дали средства к существованию Работа в канцелярии отнимала у него всего несколько часов по утрам а в остальное время он мог свободно отдаваться осуществлению своего великого замысла напрягая все силы своего гения и наслаждаясь своими познаниями Наш честолюбивый полиграф решил посвящать каждой науке один том в одну восьмую листа учитывая что отличительной особенностью человека является язык он отвел первый том общей грамматики там он изложил бесконечно разнообразные способы при помощи которых в разных языках выражаются отдельные части речи и придаются разнообразные формы элементам мысли далее переходя от внутренних процессов человеческого мышления к понятиям возникающим под воздействием окружающих предметов Эрвас посвятил второй том общему естествознанию третий зоологии или науки о животных четвертый орнитологии или науки о птицах пятый ихтеологии или науки о рыбах шестой энтомологии или науки о насекомых седьмой скаликологии или науки о червях восьмой конхологии или науки о раковинах девятый ботаники десятый геологии или науки об устройстве земли 11. Литологии, или науки о камнях. 12. Оректологии, или науки об окаменелостях. 13. Металлургии, искусству добычи и переработки минералов. 14. Докемастики, то есть искусству испытания тех же минералов. 15. Далее Эрваз занялся человеком. 15. Отвел физиологии, то есть науки о человеческом теле. 16. Анатомии. 17. Меологии, то есть науки о мышцах. 18. Остеологии. 19. Неврологии. 20. Флебологии, то есть науки о системе вен. 21. Был посвящен общей медицине. 22. Нозологии, или науки о болезнях. 23. Этиологии, то есть науки об их причинах. 24. Патологии, или науки о вызываемых ими страданиях. 25. Семиотики, или учению о симптомах. 26. Клиники, то есть науки об уходе за лежачими больными. 27. Терапевтики, или науки об исцелении. Самый трудный из всех. 28. Диететики, или учению о способах питания. 29. Гигиене, то есть искусству сохранения здоровья. 30. Хирургии. 31. Фармакологии. 32. Ветеринарии. 32. Далее следовали тома 33. Содержащие общую физику. 34. Физику частную. 35. Физику экспериментальную. 36. Метеорологию. 37. Химию. 33. А затем шли лженауки, исходившие из последней. 38. Том алхимия. 39. Герметическая философия. 40. За науками о природе следовали другие, относящиеся к войне, которая считается свойственной природе человека. 40. Том заключал в себе стратегию или искусство вести войну. 41. Костромитацию или искусство разбивать лагеря. 42. Науки о фортификациях. 43. Подземную войну или науку о минах и подкопах. 44. Пиротехнику, то есть науку об артиллерии. 45. Баллистику или искусство метания тяжелых тел. Правда, артиллерия в последнее время упразднила эту отрасль, но Эрваз, можно сказать, воскресил ее благодаря своим учеными с исследованием в области машин, применявшихся в древности. Перейдя затем к искусствам, процветающим в мирное время, Эрваз посвятил 46. Том архитектуре, 47. Строительству портов, 48. Кораблестроению и 49. Мореплаванию. Затем, вернувшись к человеку, как к единице, принадлежащей обществу, он поместил в 50-м томе законодательства, а в 51-м гражданское право, в 52-м уголовное право, в 53-м государственное право, в 54-м историю, в 55-м мифологию, в 56-м хронологию, в 57-м жизнеописание, в 58-м археологию или науку о древностях, в 59-м нумизматику, в 60-м геральдику, в 61-м дипломатику или науку о жалованных грамотах, уставах и свидетельствах, в 62-м дипломатию или науку об отправлении посольств и устройстве политических дел, в 63-м идиоматологию, то есть общее языкознание, и в 64-м библиографию или науку о рукописях, о книгах и прочих изданиях. Затем, возвращаясь к отвлеченным понятиям, он посвятил 65-й том логики, 66-й риторики, 67-й этике или науке о нравственности, 68-й эстетике, то есть анализу восприятий, получаемых нами с помощью чувств. Том 69-й содержал теософию или исследование мудрости, открываемой религией, 70-й общую теологию, 71-й догматику, 72-й топику полемики или знания общих основ ведения дискуссии, 73-й аскетику, получающую приемом благочестивого умерщвления плоти, 74-й экзегетику или изложение книг священного писания, 75-й герменертику или их толкование, 76-й схоластику, представляющую собой искусство вести доказательства вне всякой связи со здравым рассудком, и 77-й теологию мистики или пантеизм спиритуализма. От теологии Эрваз, быть может, слишком смело, перешел в 78-м томе к нейромантии, то есть искусству толкования снов. Том этот принадлежал к числу самых интересных. Эрваз показывает в нем, каким образом обманчивые и пустые иллюзии в продолжении целых веков управляли миром. Из истории мы знаем, что сон о тощих и тучных коровах изменил внутреннее устройство Египта, где земельная собственность с тех пор в руках монарха, а через 500 лет после этого мы видим Агамемнона, рассказывающего свои сны собранию греков. И, наконец, через шесть веков после падения Трои толкование снов стало привилегией вавилонских халдеев и дельфийских оракулов. 79-й том содержал орнитомантию или искусство предсказания по полету птиц, практиковавшиеся главным образом итальйскими авгурами. Сведения об их обрядах оставил нам Сенека. 80-й том, самый ученый из всех, содержал первые начала магии от эпохи Зраастра до Астана. В нем излагалась история той жалкой науки, которая к стыду нашего века опозорила его начало и еще не вполне отвергнута им до сих пор. Том 81-й был посвящен кабале и разным видам колдовства, как-то рабдомантии или гаданию по прутьям, хиромантии, геомантии, гидромантии и тому подобное. От всех этих заблуждений Эрваз сразу переходил к самым неоспоримым истинам. Том 82-й был отведен геометрии, 83-й арифметики, 84-й алгебре, 85-й тригонометрии, 86-й стереотомии или науки о твердых телах, применительно к распилке камней, 87-й географии, 88-й астрономии, вместе с ложным побегом ее, известным под названием астрологии. В 89-м он поместил механику, в 90-м динамику или науку о действующих силах, в 91-м статику, то есть науку о силах, пребывающих в равновесии, в 92-м гидравлику, в 93-м гидростатику, в 94-м гидродинамику, в 95-м оптику и науку о перспективе, в 96-м гиоптрику, в 97-м катоптрику, в 98-м аналитическую геометрию, в 99-м начальные понятия о дифференциальном исчислении, и, наконец, сотый том содержал анализ, который, по мнению Эрваса, является наукой наук, и тем крайним пределом, какого в состоянии достичь человеческий разум. Примечание автора. В 1780 году бывший испанский иезуит по имени Эрвас издал в Риме 20 томов «Инкварто» с подробными трактатами по разным наукам. Он был из рода нашего Эрваса. Кое-кому может показаться, что глубокие знания ста различных наук превосходят умственные силы одного человека, однако не может быть сомнения, что Эрваса каждый из этих наук написал целый том, начинавшийся историей данной науки и кончавшийся полными подлинной прозорливостью рассуждениями о том, как обогатить, или, если так можно выразиться, расширить границы человеческого знания во всех направлениях. Эрвас мог сделать все это благодаря умению экономить время и очень расчетливо им пользоваться. Он вставал с рассветом и приготовлялся к работе в канцелярии, заранее обдумывая дела, которыми предстоит заняться. Он входил в министерство за полчаса раньше других и ждал назначенного часа с пером в руке и головой, свободной от всех мыслей, относящихся к великому произведению. А когда били часы, он начинал свои подсчеты и проделывал это с непостижимой скоростью. Потом спешил в книжную лавку Морено, доверие которого сумел завоевать, брал нужные книги и шел к себе. Через некоторое время выходил, чтобы чем-нибудь подкрепиться, в часу возвращался домой и работал до восьми вечера. После работы играл в пилоту с соседскими ребятами, выпивал чашку шоколада и шел спать. Воскресенье проводил вне домашних стен, обдумывая работу будущей недели. Таким способом Эрваз мог употребить около трех тысяч часов в году на совершение своего всеобъемлющего творения, что за пятнадцать лет составило в общем сорок пять тысяч часов. Никто в Мадриде не догадывался об этом необычайном труде, так как Эрваз ни с кем не был на короткой ноге и ни с кем о нем не говорил, желая внезапно удивить мир, обнаружив перед ним неизмеримый объем знаний. Он окончил свой труд как раз, когда ему самому стукнуло тридцать девять лет и радовался, что в начале сорокового года жизни будет стоять на пороге великой славы. При всем том сердце его было полно особого рода печалью. Вошедший в привычку многолетний труд, будто окрыляемый надеждой, был для него самым милым обществом, наполняющим все мгновения жизни. Теперь он это общество потерял, и скука, да то ли ему незнакомая, начала его донимать. Это совершенно новое для Эрваза состояние нарушило весь его образ жизни. Он перестал искать уединение, и с тех пор его видели во всех общественных местах. Он производил такое впечатление, будто готов был с каждым заговорить, но никого не зная и не имея привычки к беседе, отходил, не вымолвив ни слова. Но он утешался мыслью, что скоро весь Мадрид узнает его, будет искать знакомство с ним, и об нем одном говорить. Мучимой потребностью развлечься, Эрваз решил навестить свой родной край, никому не ведомый городок, который надеялся прославить. Целые 15 лет он позволял себе одно только развлечение, играть в пилоту с соседскими ребятами. Теперь его радовала мысль о том, что он сможет отдаться этому развлечению там, где прошли его детские годы. Но перед отъездом он хотел еще понежить взгляд зрелищем ста своих томов, уставленных по порядку на большом столе. Рукопись была того же самого формата, в каком должна была выйти из печати, так что он отдал ее переплетчику с указанием вытеснуть на корешке каждой книги название наук и порядковый номер от первого на общей грамматике до сотого на анализе. Через три недели переплетчик принес книги, а стол был уже заранее приготовлен. Эрвас выстроил на нем великолепный ряд томов, а оставшимися черновиками и копиями с удовольствием растопил печь. Потом запер дверь на двойной засов, запечатал ее собственной печатью и уехал в Астурию. Действительно, вид родных мест наполнил душу Эрваса ожидаемым наслаждением. Тысячи сладких и невинных воспоминаний заставили его лить слезы радости, источник которых должен был, казалось, пересохнуть после двадцати лет утомительного сухого труда. Полиграф наш охотно провел бы остаток жизни в родном городке, но сто томов его творения требовали его возвращения в Мадрид. И вот он пускается в обратный путь, приезжает к себе, видит, что печать на двери цела, открывает дверь и видит, что все сто томов его разорваны в клочья, вырваны из переплетов, листы перемешаны и разбросаны по полу от этого страшного зрелища. У него в глазах потемнело, он упал посреди обломков своего труда и лишился сознания. Увы, причина бедствия заключалась в следующем. До своего отъезда Эрвас никогда ничего не ел дома, поэтому крысам, которыми кишат дома в Мадриде, незачем было навядываться к нему, так как они нашли бы там самое большее несколько использованных перьев. Но другое дело, когда в комнату принесли сто томов, пахнущих свежим клеем. А хозяин в тот же день покинул помещение. Крысы, подстрекаемые запахом клея, поощряемые тишиной, собравшись с целой стаей, переворошили, изгрызли и разорвали книги. Придев себя, Эрвас увидел, как одно из этих чудовищ потащило к себе в нору последние страницы его анализа. Хотя Эрвас никогда до тех пор не выходил из себя, тут он не выдержал и в бешенстве кинулся на похитителя его трансцендентальной геометрии, и, наударившись головой о стену, снова упал без чувств. Вторично придя в сознание, он собрал раскиданные по всей комнате обрывки, бросил их в сундук, сел на него и предался самым мрачным размышлениям. Вскоре его пробрала сильная дрожь, и бедный ученый заболел разлитием желчи в сочетании с сонной болезнью и лихорадкой. Его поручили заботам лекарей. Тут цыгана позвали по делам табора, и он отложил дальнейший рассказ до завтра. День пятидесятый. На другой день, видев, что все собрались, вожак цыган начал так. Продолжение истории Диего Эрваса, рассказанной его сыном, осужденным пилигримом. Лишившись славы по вине крыс, покинутый лекарями, Эрвас нашел однако заботливую сиделку в лице ухаживающей за ним во время болезни женщины. Она не жалела сил, и скоро благотворный кризис спас ему жизнь. Это была тридцатилетняя девица по имени Марико, пришедшая ухаживать за больным из жалости, вознаграждая ту приветливость, какой тот беседовал по вечерам с ее отцом, с соседским сапожником. Выздоровев, Эрвас почувствовал к ней глубокую благодарность. «Марико», сказал он ей, «ты спасла мне жизнь и теперь услаждаешь мое выздоровление. Скажи, что я могу для тебя сделать? Ты мог бы, сеньор, сделать меня счастливой», ответила она, «но я не смею сказать, каким образом. Говори, говори», возразил Эрвас, «и будь уверена, что я сделаю все от меня зависящее. А если, промолвила Марика, я попрошу, чтобы ты на мне женился?» «С величайшей охотой от всего сердца», ответил Эрвас, «ты будешь меня кормить, когда я здоров, будешь за мной ходить во время болезни и защищать от крыс мое имущество, когда я в отъезде. Да-да, Марика, я женюсь на тебе, как только ты захочешь, и чем скорее, тем лучше». Еще слабый Эрвас открыл сундук с остатками энциклопедии, хотел заняться подборкой обрывков, но только ослабел еще больше. А когда, в конце концов, совсем выздоровел, то сейчас же отправился к министру финансов и сказал ему, что проработал у него 15 лет, воспитал учеников, которые сумеют его заменить, и попросил освободить его от должности, назначив ему пожизненную пенсию в размере половины жалования. В Испании такого рода милости нетрудно добиться, Эрвас получил, что хотел, и женился на Марике. Тут наш ученый переменил образ жизни. Он снял квартиру на окраине города и решил не выходить из дома, пока не восстановит заново свои сто домов. Крысы сгрызли бумагу, прикрепленную к корешкам книг, и оставили только сильно попорченную половину листов, но этого было достаточно, чтобы Эрвас сумел припомнить остальное, и он занялся воссозданием своего произведения. Одновременно он создал еще одно в другом роде. Марика произвела на свет меня, осужденного пилигрима. Увы, день моего рождения был, наверное, отпразднован в преисподней. Вечный огонь этого страшного обиталища разгорелся еще ярче, и дьяволы удвоили мучения осужденных, чтобы еще лучше потешиться их воем. Сказав это, пилигрим впал в глубокое отчаяние, залился слезами и, обращаясь к Корнадесу, сказал, я сейчас не в состоянии продолжить. Приходи сюда завтра в это же время, но не вздумай не прийти, дело идет о твоем спасении или гибели. Корнадес вернулся домой полной ужаса. Ночью покойный Пеннифлор опять разбудил его и стал пересчитывать у него над ухом дублоны. На другой день Корнадес, придя в сад отцов Целестинцев, уже нашел там пилигрима, который продолжил так. Через несколько часов после моего появления на свет моя мать умерла. Эрваз знал дружбу и любовь только по описанию этих двух чувств, которые он поместил в 67 томе своего произведения, однако, потеряв жену, он понял, что он тоже был создан для дружбы и любви. В самом деле, на этот раз горе его было еще сильнее, чем когда крысы сожрали его статомное творение. Маленький домик рваса сотрясался от крика, которым я наполнил его. Нельзя было больше оставлять меня там. Дед мой, сапожник Мараньон, взял меня к себе, счастливый тем, что в доме у него будет расти внук, сын Кантадора и дворянина. Дед мой, почтенный ремесленник, порядочно зарабатывал, он послал меня в школу, когда мне исполнилось 16 лет, сделал мне красивый костюм, позволил расхаживать в блаженном безделье по улицам Мадрида. Он считал, что достаточно вознагражден за свой труд, раз может говорить мой внук, сын Кантадора, но позволил мне вернуться к моему отцу и его хорошо известной печальной участи, чтобы это послужило примером и наукой всем безбожником. Восемь лет устранял Тиего Эрвас ущерб, причиненный ему крысами. Произведение было уже почти кончено, когда он из попавших ему в руки заграничных газет узнал, что за последние годы науки сделали большой шаг вперед. Эрвас вздохнул по поводу необходимости еще продолжить работу, но не желая, чтобы в его произведении имелись пробелы, сделал в каждой книге дополнение, посвященное новым открытием. На это у него ушло четыре года. Таким образом, он провел двенадцать лет почти не выходя из дому и вечно корпя над своим творением. Сидящий образ жизни подорвал его здоровье. У него появились боли в бедрах, боли в крестце, его донимали камни в мочевом пузыре и все признаки подагры. Зато статомная энциклопедия была закончена. Эрвас позвал к себе книготорговца Морено, сына того самого, который когда-то выставил на продажу его несчастный анализ, и сказал ему сеньор Морено перед тобой сто томов, в которых содержится весь круг человеческих знаний. Энциклопедия эта прославит твое заведение и даже могу сказать всю Испанию. Мне не надо никакой платы за рукопись, будь только добр отпечатать ее, чтобы достопамятный труд мой не пропал в туне. Морено перебрал все тома, внимательно рассмотрел их по очереди и промолвил, я охотно возьму на себя печатание этого произведения. Но тебе придется, Дон Диего, сократить его до 25 томов. Тогда разговор окончен, возразил Эрваз с величайшим возмущением. Оставь меня, ступая в свою ловчонку и печатай древние романы и псевдонаучную дребедень, которая позорит Испанию. Оставь меня с моими камнями в мочевом пузыре и моим гением, узнав, о котором человечество окружило бы меня почетом и уважением. Но я уже больше ничего не требую от людей, а тем более от книготорговцев. Разговор окончен. Морена ушел, а Эрваз сделался жертвой самой черной меланхолии. Перед глазами его все время стояли сто томов плода его гения, зачатые в восторге, рожденные на свет с болью, хоть и не без удовольствия, и теперь осужденные утонуть в волнах забвения. Он увидел, что погубил свою жизнь и разрушил благополучие свое теперь и в будущем. Тут ум его, приученный проникать в тайны природы, на беду обратился к исследованию глубин человеческих несчастей, и Эрваз, измеряя эти глубины, стал всюду обнаруживать зло, ничего нигде не видя, кроме зла, и, наконец, в душе воскликнул «Творец зла, кто же ты?» Эрваз сам испугался этой мысли и стал раздумывать, должно ли было быть создано зло для того, чтобы существовать. Затем он приступил к всестороннему и глубокому решению этой проблемы. Он обратился к силам природы и приписал материи энергию, которая, по его мнению, объясняла все без необходимости признавать Творца. Что касается человека и животных, он признал началом их бытия жизнетворную кислоту, которая, вызывая ферментацию материи, непрерывно придает ей формы почти так же, как кислоты кристаллизуют щелочные и землистые основания в подобные себе многогранники. Он считал образуемую на сыром дереве губчатую материю звеном, которая соединяет кристаллизацию окаменелостей с размножением растений и животных и устанавливает если не тождество этих процессов, то во всяком случае их очень близкое сходство. Эрваст весь полон научных знаний без труда обосновал свою ложную систему софистическими доводами, имеющими целью сбить с толку. Так, он утверждал, что мулов, которые происходят от двух видов животных, можно сравнить с солями, полученными от смешанных оснований, кристаллизация которых не ясна. Реакция некоторых минералов, образующих пену в сочетании с кислотами, напоминала, по его мнению, ферментацию слизистых растений. В последних он видел начало жизни, не получившее развитие за отсутствием благоприятных обстоятельств. Эрваст обратил внимание, что кристаллы в процессе своего образования оседают в наиболее освещенных частях сосуда и с трудом сгущаются в темноте. А поскольку свет благотворно действует и на растения, он стал считать световой флюид одним из элементов, которые входят в состав, оживляющий природу универсальной кислоты. Он заметил также, что на свету лакмусовая бумага через определенный промежуток времени становится красной, и это был еще один довод в пользу того, что свет это кислота. Эрваст знал, что в высоких географических широтах у полюсов кровь за недостатком тепла подвергается выщелачиванию, и чтобы помешать этому, нужна кислота. Отсюда он сделал вывод, что поскольку кислота может в некоторых случаях заменять тепло, последняя является очевидно особой кислотой или во всяком случае одним из элементов универсальной кислоты. Эрваст знал, что гром окисляет вино и вызывает ферментацию. Он читал у Санхуниатона, что при сотворении мира сильные громы оживили предназначенные к жизни существа, и бедный ученый наш не побоялся опереться на эту языческую космогонию, чтобы доказать, что материя молнии могла привести в действие жизнетворную кислоту, бесконечно разнообразную, но неизменно вырабатывающую одни и те же формы. Стараясь проникнуть в тайну творения, Эрваз должен был бы воздать всю славу творцу, если бы он так сделал, но ангел-хранитель отступил от него, и разум его, соблазненный гордыней познания, вверг его безоружного во власть надменных духов, чье падение повлекло за собой погибель мира. Увы, в то время, как Эрваз возносил свои грешные мысли за пределы человеческого понимания, смертной оболочки его угрожало скорое уничтожение. В довершение зла к обычным его недугам присоединились более острые страдания, боли в бедрах усилились и лишили его возможности двигать правой ногой, камни в мочевом пузыре стали крупнее и причиняли ему страшную боль, Хирагра искривила пальцы левой руки и начала угрожать пальцем правой, наконец, самая черная меланхолия уничтожила все силы его души и тела. Боясь свидетелей своего упадка, он отверг мою помощь и больше не захотел меня видеть, какой-то старый инвалид тратил остатки своих сил на заботы о нем, но в конце концов и тот заболел и отцу пришлось допустить меня к себе. Вскоре и дед мой мараньон слег в гнилой горячке, проболев всего пять дней и чуя приближение смерти, он подозвал меня к себе и сказал Блас, дорогой ты родился от ученого отца, лучше бы ему небо дало меньше знаний. Счастью для тебя твой дед человек простой в вере и в поступках. И тебя он воспитал в той же простоте, не дай отцу своему ввести тебя в заблуждение. Сколько уж лет он даже не думает о религии и взглядов его усты делся бы ни один еретик. Блас, не верь человеческой мудрости. Через несколько мгновений я буду мудрее всех философов благословляю тебя, Блас, пришел мой конец. И в самом деле с этими словами он испустил последний вздох. Я отдал ему последний долг и вернулся к отцу, которого не видел уже четыре дня. За это время умер и старый инвалид, и братья милосердия занялись его похоронами. Я знал, что отец один и хотел начать ухаживать за ним, но, войдя к нему, был поражен необычайным зрелищем, так что остановился в тенях, охваченный невыразимым ужасом. Отец мой скинул одежду и обвел себя простыней наподобие пелен. Он сидел, вперив взгляд в заходящее солнце. Долго он молчал, потом заговорил, о звезда, чьи гаснущие лучи в последний раз отразились в глазах моих. Зачем озарила ты день моего рождения? Разве хотел я появиться на свет? И к чему явился? Люди сказали мне, что у меня есть душа, и я занялся ее развитием в ущерб телу. Я усовершенствовал свой ум, но крысы похитили мое сочинение, а книгоиздатели пренебрегли им. От меня ничего не останется, я умираю весь, не оставляя следа, словно и не родился. Небытие поглоти свою добычу. Некоторое время Эрвас оставался погруженный в мрачное раздумье, потом взял кубок, как мне казалось наполненный старым вином, поднял глаза к небу и промолвил «Боже, если ты существуешь где-нибудь, сжалься над душой моей, если она есть у меня». С этими словами он осушил кубок и поставил его на стол. Потом прижал руку к сердцу, словно почувствовал в нем болезненное сжатие, рядом стоял другой стол, покрытый подушками, Эрвас лег на него, сложил руки на груди и больше не сказал ни слова. «Тебе кажется странным, что, видя эти приготовления к самоубийству, я не бросился отнимать кубок и не стал звать на помощь. Теперь я сам этому удивляюсь, но в то время помню, что, какая-то сверхъестественная сила приковала меня к месту и я не мог пошевелиться, только волосы на голове у меня встали от страха. В таком состоянии нашли меня братья милосердия, заглянув к нам после похорон инвалида. Увидев, что отец лежит на столе, завернутый в простыню, они спросили, не умер ли он, я ответил, что ничего не знаю. Тогда они спросили, кто завернул его в пелены, я ответил, что это сделал он сам. Они осмотрели тело и убедились, что отец мертв. Заметив стоящий рядом кубок с остатком жидкости, они взяли его с собой, чтобы проверить, нет ли в нем следов яда и ушли с гневным видом, оставив меня в невыразимой скорби. Потом пришли от прихода, задали мне те же самые вопросы и ушли, промолвив, умер, как живу, хоронить его не наше дело. Оставшись наедине с покойником, я совсем упал духом и вместе с тем потерял всякую способность чувствовать и понимать. Опустился в кресло, на котором еще недавно сидел мой отец и снова впал в оцепенение. Ночью небо покрылось тучами и неистовый порыв ветра распахнул окно, а голубая молния прилетела мимо меня, погрузив комнату в еще больший мрак. В этом мраке я различил как будто какие-то фантастические фигуры. Покойник издал долгий протяжный стон, породивший далекие отголоски в пространстве. Я хотел встать, но не мог пошевелиться, словно был прикован к месту. Ледяная дрожь пробежала по моему телу, кровь стала лихорадочно бить в виски, страшные видения обступили мою душу, а сон овладел чувствами. Вдруг я вскочил. Шесть высоких восковых свечей горело вокруг тела моего отца, а напротив меня сидел какой-то человек, казалось, ожидающий, когда я проснулся. Вид у него был благородный, величественный, рост высокий, волосы черные, слегка вьющиеся, падали на лоб, взгляд острый, проницательный, но в то же время приветливый, располагающий. На груди у него было жабо, на плечах плащ, вроде тех, какие носят деревенские ядальго. Увидев, что я уже не сплю, незнакомец ласково улыбнулся мне и сказал, сын мой, я называю тебя так, потому что обращаюсь к тебе, как если бы ты был уже мой. Бог и люди покинули тебя, и земля не хочет принять в свое лона мудреца, давшего тебе жизнь, но мы тебя никогда не покинем. Ты говоришь, сеньор, возразил я, что Бог и люди покинули меня, что касается людей, ты прав, но по-моему Бог никогда не может покинуть ни одно из своих созданий. Замечание твое в известном смысле не лишено основания, сказал незнакомец. Когда-нибудь в другой раз я объясню тебе это подробнее, а пока чтобы ты убедился, как мы тобой интересуемся, возьми этот кошелек с тысячей пистолей. Молодой человек не может жить без страстей, без средств для их удовлетворения. Не жалей золота и во всем рассчитывай на нас. Тут незнакомец ударил в ладони и шестеро замаскированных унесли тело Эрваса. Свечи погасли и в комнате снова воцарилась тьма. Я не остался в ней. Добрался на ощупь до двери вышел на улицу и, только увидев усеянное звездами небо, вздохнул свободно. Тысячи пистолей в кошельке придали мне смелости. Я прошел весь Мадрид и остановился в конце Прадо, там, где потом поставили огромную статую Кибелы. Там я лег на скамью и вскоре заснул крепким сном. Тойдя до этого места повествования цыган попросил у нас позволения продолжать завтра и в тот день мы его уже больше не видели. День пятьдесят первый. Мы собрались в обычный час. Ревекка, обращаясь к старому цыгану, сказала, что история Диего Эрваса, хотя она была отчасти известна ей раньше, весьма ее заинтересовала, хотя, по-моему, прибавила она предпринято слишком много хлопот для того, чтобы обмануть бедного мужа, это можно было бы сделать гораздо проще. Но, может быть, история атеиста понадобилась для того, чтобы навести еще больше страха на трусливого Корнадеса? «Позволь не слышала». Ревекка уверила вожака, что рассказ его очень интересен, и цыган продолжал так. История Бласа Эрваса или осужденного Пилигрима «Я уже говорил тебе, что лег и заснул на скамье в конце главной аллеи Прадо. Солнце стояло уже довольно высоко, когда я проснулся, сон мой был прерван, как мне показалось тем, что меня хлестнули платком по лицу. Очнувшись со сна, я увидел молодую девушку, отгонявшую от моего лица платком мух, чтобы они не разбудили меня. Но еще больше удивился я, обнаружив, что голова моя мягко покоится на коленях другой молодой девушки, чье легкое дыхание я почувствовал на своих волосах. Проснувшись, я не сделал ни одного резкого движения и продолжал делать вид, что сплю. Я закрыл глаза и вскоре услышал голос, в котором был укор, но отнюдь не обидный по адресу моих нянюшек. Селия, царелья, что вы тут делаете? Я думала, вы в церкви, а вы, оказывается, вот за какой обидней, но мама возразила та, что служила мне подушкой. Разве ты не говорила нам, что творить добрые дела не меньшая заслуга, чем молиться? Разве это не милосердный поступок, охранять сон бедного юноши, который, видимо, провел очень тревожную ночь? Конечно, отозвался голос, и на этот раз в нем было больше смеху, чем у коризны, конечно, и в этом тоже есть заслуга, но это скорее доказывает вашу простоту, чем набожность. А теперь, милосердная моя осорилья, осторожно положи голову этого юноши на скамье и пойдем домой. Ах, мамочка, возразила молодая девушка, посмотри, как он спокойно спит, вместо того, чтобы его будить, ты лучше бы сняла с него это жабо, которое его душит. Ничего себе, хорошее вы даете мне поручение, сказала мать, и то сказать юноше очень мил. В то же время рука ее деликатно прикоснулась к моему подбородку, отстегивая жабо. Так ему даже больше к лицу заметила сейлия, до тех пор еще не сказавшая ни слова. Он стал легче дышать, добрые поступки тут же влекут за собой награду, это замечание, сказала мать, хорошо рекомендует твой разум, но не надо заходить в добрых делах слишком далеко, поэтому Сурилья, положи осторожно эту прекрасную голову на скамье и пойдем домой. Сурилья осторожно подложила обе руки под мою голову и отодвинула колено. Тут я решил, что не имеет смысла дальше притворяться спящим, я сел на скамье и открыл глаза. Мать вскрикнула, а дочери хотели убежать, и я удержал их цели, а Сурилья сказал я, вы столь же прекрасны, как и невинны, а ты, сеньор, кажешься им матерью только потому, что твоя красота созрела. Позволь, чтобы я, прежде чем вы меня покинете, посвятил несколько минут изумлению, в которое вы все три меня приводите. В самом деле, я говорил чистую правду. Селия и Сурилья были бы совершенными красавицами, если бы возраст позволил их прелестям вполне развиться, а их мать, которой не было еще тридцати, казалась не старше двадцатипятилетней. Сеньор кавалер, сказала она, если ты только притворялся спящим, то мог убедиться в невинности моих дочек и составить выгодное мнение о их матери. Я не боюсь, что ты изменишь свое мнение, если я попрошу тебя проводить нас до дому. Знакомство таким удивительным способом завязанное заслуживает превращения в дружбу. Я отправился с ними и вошел в их дом, окна которого выходили на праду. Дочери занялись приготовлением шоколада, а мать, посадив меня рядом с собой, сказала, ты находишься в доме, может быть, слишком роскошным по нашему теперешнему положению, но я сняла его в лучшие времена. Сейчас я с удовольствием сдала бы первый этаж, но не могу этого сделать. Обстоятельства, в которых я теперь нахожусь, не позволяют мне встречаться с кем бы то ни было. Сеньора, ответил я, у меня тоже есть основания стремиться к уединенной жизни, и если бы вы ничего не имели против, я с величайшей радостью занял бы первый этаж. Сказав это, я вынул кошелек и вид золота устранил возражение, которое незнакомка могла бы выдвинуть. Я уплатил за стол и помещение за три с лишним месяца вперед, мы условились, что обед будут приносить в мою комнату и доверенный слуга будет мне прислуживать и ходить по моим поручениям в город. Когда Селия и Сорилья принесли шоколад, им были сообщены условия нашего договора. Они посмотрели на меня, как на свою собственность, но материнский взор словно отказывал им в правах на меня. Я заметил это состязание в кокетстве и предоставил судьбе решать, чем оно кончится. Сам же всецело занялся устройством на новом месте. Я не успел оглянуться, как там оказалось все необходимое для удобной и приятной жизни. То Сорилья несет чернила, то Селия придет поставить лампу на стол и разложит книги. Ничего не забыли. Каждая приходила отдельно, а если иногда встречались, сколько было смеха, шуток, беззаботного веселья, мать тоже приходила в свою очередь. Она занималась главным образом моей постелью. Велела постелить простынь голландского полотна, красивое шелковое одеяло, положить целую груду подушек. На эти занятия ушло все накрыли на стол у меня в комнате, я был в восторге. С восхищением глядел на три очаровательных создания, соперничающих друг с другом в стараниях угодить мне, отвечающих прелестной улыбкой на каждое мое легкое спасибо. Но на все свое время, оставив все другие житейские попечения, я с наслаждением принялся утолять свой голод. После обеда я надел шляпу, взял шпагу, пошел в город. Я был независим, имел полный кошелек денег, чувствовал себя полным сил, здоровья, и благодаря лестному вниманию трех женщин возымяло себе очень высокое мнение. Вот так обычно молодежь ценит себя тем выше, чем больше внимания оказывает ей прекрасный пол. Я зашел к ювелиру, накупил драгоценности, потом пошел в театр. Вечером, вернувшись к себе, увидел всех трех сидящими перед дверью дома. Сорилья пела под гитару, две другие плели сетки для волос. Синьор Кавалер, сказала мать, поселившись в нашем доме, ты оказываешь нам безграничное доверие и даже не спрашиваешь, кто мы. Надо поставить тебя в известность обо всем. знай, синьор, что меня зовут Инесса Сентарес, я вдова Хуана Сентареса Кориходора Гаваны. Он женился на мне, не имея средств, и в таком же положении оставил меня с двумя дочерьми, которых ты видишь. А вдовев, я оказалась в очень бедственном положении и не знала, что делать, как вдруг получила письмо от отца. Позволь мне не сообщать его имени. Увы, он тоже всю жизнь боролся с судьбой, но, наконец, как он писал в этом письме, счастье улыбнулось ему. Его назначили казначеем военного министерства. Одновременно он прислал мне вексель на две тысячи пистолей и звал сейчас же в Мадрид. Я приехал для того, чтобы узнать, что моего отца обвиняют в растрате казенных денег и даже в государственной измене, и что его посадили в Сигавейскую тюрьму. Между тем, этот дом был снят для нас, я въехала и живу в полнейшем одиночестве, никого не видя, кроме одного молодого чиновника военного министерства. Он осведомляет меня о положении, в каком находится дело моего отца. Кроме него никто не знает, что мы имеем какое-то отношение к несчастному узнику. И синьора Сантарес залилась слезами. Не плачь, мамочка, сказала Селия, и огорчения тоже имеют конец, как все на свете. Вот видишь, мы уже встретили этого молодого синьора такого обаятельного. Этот счастливый случай, кажется, сулит нам удачу. В самом деле, добавила Селия, с тех пор, как он у нас поселился, наше одиночество перестало быть печальным. Синьора Сантарес окинула меня полутоскующим, полунежным взглядом. Дочери тоже посмотрели на меня, а потом опустили глаза, вспыхнули, смутились и задумались. Не было никакого сомнения, все три влюбились в меня. Мысль об этом наполнила грудь мою восторгом. В это время к нам подошел какой-то высокий статный юноша. Он взял синьора Сантарес за руку, отвел ее в сторону и долго вел с ней тихую беседу. Вернувшись к нам, она сказала мне, синьорка Валер, это дон Кристо-Валь Спарадос, о котором я тебе говорил, единственный человек в Мадриде, с которым мы видимся, я хочу также и ему доставить удовольствие знакомством с тобой. Но хоть мы живем в одном доме, я не знаю с кем имею честь разговаривать. Синьора ответил я, я дворянин из Астурии и зовут меня Леганес. Я рассудил, что лучше будет мне произносить фамилию Арвас, которую могли знать. Молодой Спарадос смерил меня с головы до ног дерзким взглядом и, кажется, даже не поклонился. Мы вошли в дом и синьора Сантарес велела подать легкий ужин, состоящий из печенья и фруктов. Я оставался еще главным предметом внимания трех красавиц, но заметил, что и для вновь прибывшего не скупятся на взгляды и улыбки это задело меня. Мне хотелось, чтобы на меня было обращено все внимание. Я стал держаться вдвое любезней. Когда торжество мое явственно обнаружилось, Дон Крестоваль положил правую ногу на левое колено и, глядя на подошву своего башмака, промолвил право с тех пор, как сапожник Мараньон на том свете в Мадриде невозможно найти порядочных башмаков. При этом он смотрел на меня с насмешкой и презрением. Сапожник Мараньон был моим дедом с материнской стороны. Он воспитал меня, и я хранил к нему в сердце свою самую глубокую благодарность. Несмотря на это, мне казалось, что его фамилия портит мою родословную, я думал, что раскрытие тайны моего рождения погубило бы меня в глазах моих прекрасных хозяек. У меня сразу пропало хорошее настроение. Я кидал на Дона Крестоваля то презрительные, то гордые и гневные взгляды, и решил закрыть перед дверь нашего дома. Когда он ушел, я побежал за ним, чтобы объявить ему об этом. Догнал его в конце улицы и сказал то, что заранее приготовил в уме. Я думал, что он рассердится, но нет, он приятно улыбнулся и взял меня за подбородок, словно желая приласкать, а потом вдруг изо всех сил дернул кверху, так что я потерял землю под ногами и отпустил, сделав подножку, я упал носом в водосточную канаву. Сперва я даже не понял, что со мной произошло, но вскоре поднялся, весь покрытый грязью и охваченный невероятным бешенством. Вернулся домой. Женщины уже пошли спать, но я напрасно старался заснуть, две страсти терзали меня, любовь и ненависть. Последняя была устремлена только к Дону Крестовалю, а первая витала между тремя красавицами, Селия, Сорилья и их мать, поочередно манили меня, их прелестные образы греяли в моих мечтах и тревожили меня всю ночь. Я уснул уже под утро и проснулся поздно. Открыв глаза, я увидел сеньору Сантарес, она сидела у моих ног и плакала, милый гость мой, сказала она, я пришла к тебе искать защиты. Низкие люди требуют от меня денег, которых у меня нет. Ой, я в долгах, но разве могла я оставить этих бедных детей без одежды и пищи, бедняжки и так вынуждены во всем себе отказывать. Тут сеньора Сантарес зарыдала, и глаза ее полные слез невольно обратились к моему кошельку, лежавшему рядом на столике. Я понял эту немую просьбу, я высыпал золото на столик, разделил его пополам и предложил одну половину сеньоре Сантарес. Она не ожидала такого необычайного великодушия. Сперва она их целовать от радости, прижимать к сердцу, после чего взяла деньги со словами «Ах, дети мои, дорогие мои дети!» Вскоре пришли дочери и тоже покрыли мои руки поцелуями, все эти проявления благодарности разгорячили мне кровь и без того уже бушующие от ночных мечтаний. Я поспешно оделся и пошел на террасу. Проходя мимо комнаты девушек, я услыхал, что они плачут и, рыдая, утешают друг друга. Постоял минуту прислушиваясь, потом вошел к ним. Селия при виде меня сказала «Послушай, милый, дорогой, любимый гость наш, ты застаешь нас в страшном смятении с самого нашего рождения. Ни одна тучка ни разу не омрачила наших отношений. Любовь связывала нас даже сильнее крови. После твоего появления все изменилось. К нам в душе закралась ревность и, может быть, мы друг друга возненавидели бы, не предупредил страшное несчастье. Она упала в мои объятия. Наши слезы смешались, наши сердца сблизились. Ты, милый гость наш, должен довершить остальное. Обещай любить нас обеих одинаково и делить между нами свои ласки поровну». Что было отвечать на столь пламенную и настойчивую просьбу? Я успокоил обеих девушек по очереди в своих объятиях, осушил их слезы, и они сменили печаль на самое нежное сумасбродство. Мы вместе вышли на террасу и вскоре к нам присоединилась сеньора Сантарес. Она сияла от счастья, что у нее больше нет долгов. Она пригласила меня обедать с ними и прибавила, что рада была бы провести со мной весь день. Доверие и дружба были нашими сотрапезниками. Слуг отослали, обе девушки по очереди подавали на стол. Сеньора Сантарес, уставая от пережитых волнений, выпила две рюнки старого вина. После этого отуманенные глаза ее ярко заблестели, и она так оживилась, что дочери могли бы не без основания ее ревновать. Но уважение, с каким они относились к матери, не позволило этому чувству вкраситься в их сердца. Вино привело в брожение крови сеньоры Сантарес, но, несмотря на это, ее поведение оставалось безупречным. Да и мне мысль о том, чтобы совратить ее, не приходило в голову. Пол и возраст, вот кто были наши совратители. Сладкие зовы природы придавали нашему общению невыразимую прелесть, так что мы с досадой думали о прощании. Заходящее солнце разлучило бы нас, но я заказал у соседнего кондитера прохладительные напитки. Всех нас очень обрадовало их появление, так как оно позволило нам не расходиться. Однако не успели мы сесть за стол, как открылась дверь, и вошел Дон Крестоваль Спарадос. Вступление французского дворянина в гарем султана не произвело бы более скверного впечатления на хозяина, чем то, какое испытал я при виде Дона Крестовале. Сеньора Сантаарес и ее дочери не были, конечно, моими женами и не составляли моего гарема, но сердце мое в известном смысле овладело ими, и нарушение моих прав причинило мне мучительную боль. Дону Крестовалю до всего этого не было никакого дела. Он не обратил на меня ни малейшего внимания, поклонился женщинам, отвел Сеньора Сантаарес на другой конец террасы и долго с ней разговаривал, после чего без всякого приглашения сел за стол. Он ел и пил молча, но когда разговор зашел обои быков, оттолкнул свою тарелку и, ударив кулаком постову, сказал, «Клянусь патроном моим, святым крестовалем, почему должен я корпеть в этом проклятом министерстве? Лучше быть последним тореадором в Мадриде, чем верховодить в Картесах Кастильи». С этими словами он выбросил вперед руку, словно нанося удары быку, и при этом выставил нам на удивление огромные мускулы предплечья. Затем, чтобы показать свою силу, усадил всех трех женщин в одно кресло и стал носить их по комнате. Он находил такое удовольствие в этой забаве, что постарался продлить ее как можно дольше. Наконец, взял шляпу и шпагу, собираясь уходить. До тех пор он не обращал на меня ни малейшего внимания, но тут, повернувшись ко мне, сказал, «Послушай-ка, мой благородно рожденный друг, скажи мне, кто после смерти сапожника Мараньона лучше всех точает башмаки?» Женщинам слова эти показались просто еще одной шуточкой, каких много слетало с губ Дона Крестоваля, но я пришел в ярость. Побежал за шпагой и бросился догонять Дона Крестоваля. Догнал его у поворота в переулок и, встав перед ним, воскликнул, «Ты заплатишь мне за свои подлые оскорбления, наглец!» Дон Крестоваль взялся было за рукоять шпаги, но, увидев на земле обломок палки, схватил его, ударил по моему клинку и выбил у меня шпагу из рук. Потом подошел, взял меня за шиворот, отнес к водосточной канаве и бросил на землю, как накануне, только еще грубее, так что я еще дольше лежал оглушенный, не зная, что со мной. Кто-то взял меня за руку, чтобы поднять. Я узнал того самого дворянина, который велел унести тело моего отца и дал мне тысячу пистолей. Я упал к его ногам, он ласково меня поднял и велел мне идти за ним. Мы молча шли и пришли к мосту через Мансонарес, где увидели двух вороных коней. Полчаса скакали мы вдоль реки и наконец остановились у ворот пустого дома, двери которого сами открылись перед нами. Мы вошли в комнату, обитую темной саржей и освещенную свечами в серебряных подсвечниках. После того, как мы уселись в креслах, незнакомец обратился ко мне со следующими словами. Сеньор Арвас, ты видишь, какие дела творятся на этом свете, устройство которого, вызывая общее изумление, отнюдь не предполагает справедливого распределения благ. Одним природа дала 800 фунтов силы, другим 80. К счастью, изобретены уловки, отчасти восстанавливающие равновесие. Тут незнакомец открыл ящик стола, вынул оттуда кинжал и прибавил. Посмотри на эту штуку. Конец ее, имеющий форму оливки, переходит в острие тоньше волоса. Заткни эту вещь за пояс. Прощай, юноша, и не забывай истинного своего друга Дона Вилиала Дегиенна. Если я тебе понадоблюсь, приходи в полночь на мост через Мансонарес, ударь три раза в ладоши и сейчас же увидишь вороных скакунов. Да-да, постой, я забыл самое важное. Вот тебе второй кошелек. Тебе может понадобиться золото. Я поблагодарил великодушного Дона Вилиала, сел на вороного скакуна, какой-то негр вскочил на другого, и мы приехали к мосту, где надо было расстаться. Я вернулся к себе. Лег в постель и заснул, но меня мучили страшные сны. Кинжал я положил под подушку, мне казалось, что он выходит оттуда и вонзается мне прямо в сердце. Видел я и Дона Крестоваля, похищающего меня из-под носа трех моих красавиц. На другой день хмурая печаль владела мной, и даже присутствие обеих девушек не могло ее рассеять. Их старания развеселить меня производили обратные действия, и ласки мои стали менее невинными. А оставаясь один, я хватал кинжал и грозил им Дону Крестовалю, который мне казалось все время передо мной. Вечером ненавистный нахал снова явился и снова не обращал на меня внимания, зато еще усиленнее ухаживал за женщинами. Дразнил их, а когда они начинали сердиться, обращал все в шутку и смеялся. Глуповатые остроты его имели больший успех, чем моя учтивость. Я велел принести ужин не столь обильный, но язык. Дон Крестоваль почти все съел сам. Потом взял шляпу, и вдруг обращаясь ко мне сказал, благородно рожденный друг мой, скажи мне, что это за кинжал у тебя за поясом. Ты бы лучше заткнул себе за пояс сапожное шило. Он расхохотался и ушел. Я опустился вдогонку и, настигнув его на углу изо всех сил, ударил его кинжалом в левую часть груди. Но негодяй оттолкнул меня с такой же силой, с какой я напал на него. Потом повернулся ко мне и хладнокровно промолвил, ты что, дурачок, не знаешь, что у меня на груди стальная кольчуга. После этого он опять схватил меня за шиворот и бросил в водосточную канаву, но на этот раз к великой моей радости, так как не дал мне совершить убийство. Я поднялся довольно весело, вернулся домой, лег в постель и спал много спокойнее, чем прошлой ночи. На другой день женщины увидели, что я гораздо веселее, чем был накануне, и выразили по поводу этого свою радость. Однако я не решился остаться с ними ужинать, побоялся глядеть в глаза человеку, которого хотел убить. Весь вечер я пробродил злой по улицам, размышляя о волке, забравшемся в мою овчарню. В полночь я пришел на мост и ударил три раза в ладоши. Появились вороны и скакуны. Я вскочил на своего и поскакал за проводником к дому Велиала. Дверь открылась сама собой. Мой благодетель вышел мне навстречу, ввел меня в ту же самую комнату и произнес голосом, в котором слышалась насмешка. Что же, молодой мой друг, убийство не удалось нам? Не огорчайся, желание зачтется как поступок. К тому же мы решили избавить тебя от твоего нахального соперника. властям сообщено, что он выдавал государственные тайны, и его посадили в ту самую тюрьму, где сидит отец сеньоры Санта-Рес. Теперь от тебя зависит воспользоваться своим счастьем лучше, чем это ты делал до сих пор. Возьми от меня в подарок вот эту коробку конфет. У них необычайные свойства. Угости ими свою хозяйку и сам скушай несколько. Я взял коробку, которая очень приятно пахла, и сказал Дону Виллиалу, я не знаю, сеньор, что ты называешь пользоваться своим счастьем. Я был бы чудовищем, если бы злоупотребил доверие матери и невинностью ее дочерей. Я не такой развратник, сеньор, как ты думаешь. Думаю, возразил Дон Виллиал, что ты не лучший и не хуже остальных детей Адама. Люди обычно колеблются перед тем, как совершить преступление, а совершив его, испытывают угрозение совести, думая, что таким способом сумеют удержаться на стезе добродетели. Они не знали бы этих неприятных ощущений, если бы дали себе труд понять, что такое добродетель. Они считают добродетель идеальной ценностью, принимая ее существование без рассуждений и тем самым относят ее к числу предрассудков, которые, как ты знаешь, являются суждениями, не подкрепленными предварительным исследованием. Вопросы. «Сеньор Дон Валиалу», ответил я, «Мой отец дал мне как-то раз 67-й том своего труда, содержащий основы этики. Там не сказано, что предрассудок суждения, не подкрепленные предварительными исследованиями, а говорится, что это мнение, установившееся еще до нашего появления на свет и переданное нам, так сказать, по наследству. Навыки детских лет сеют в душе наши первые зерна этих сомнений. Пример помогает им развиться, а знание дела их укрепляет. Если мы руководимся ими, то являемся порядочными людьми, если делаем больше, чем требуют законы, то становимся добродетельными. Это неплохое объяснение, сказал Дон Валиал, и делает честь твоему отцу. Он хорошо писал, еще лучше мыслил, кто знает, может быть, и ты пойдешь по его следам, но вернемся к твоему объяснению. Я согласен с тобой, что предрассудки, уже установившиеся мнения, но это не основание, чтобы мы не могли сами о них судить, если чувствуем в себе созревшую способность суждения. Пытливая мысль подвергает предрассудки критики и рассматривает, для всех ли законы равно обязательны. Поступая так, ты ясно увидишь, что правопорядок выдуман только для холодных и ленивых натур, которые ждут наслаждений не только от брака, а благосостояние от бережливости и труда. Но совсем другое дело гении, натуры страстные, жаждущие золота и наслаждений, которые желали бы в одно мгновение пережить годы. Что сделал для них общественный порядок? Они проводят жизнь в тюрьмах и кончают ее в застенках. К счастью, человеческие законы не то, за что они себя выдают. Это загородки, перед которыми прохожий сворачивает на другую дорогу, но те, кто желает их преодолеть, перепрыгивают через них, либо под них подлезают. Но этот предмет заведет нас далеко, а уже поздно. Прощай, молодой друг мой. Отведай моих конфеток и всегда рассчитывай на мою поддержку. Я простился с сеньором Доном Билиалом и пошел домой. Мне отворили дверь, я бросился в постель и постарался заснуть. Коробка стояла рядом, распространяя чудное благоухание. Я не удержался от соблазна, съел две конфетки и заснув, провел очень беспокойную ночь. В обычное время пришли мои молодые приятельницы. Они нашли, что у меня какой-то другой взгляд. Я в самом деле глядел на них другими глазами. Мне казалось, что каждое их движение продиктовано неудержимым желанием произвести впечатление на мою чувственность. Такой же смысл придавал я и словам их, даже самым безразличным. Все в них привлекало мое внимание и погружало меня в хаос помыслов, о которых я до тех пор не имел ни малейшего представления. Сурилья увидела коробку, она съела две конфетки и несколько конфеток дала сестре. Скоро иллюзии мои превратились в действительность. Обеими сестрами овладела тайная страсть, и обе они бессознательно ей покорились. Сами испугавшись этого, они убежали от меня, побуждаемые остатками стыдливости, в которой чувствовалось что-то дикое. Вошла их мать. С тех пор, как я освободил ее от взаимодавцев, ее обращение со мной приобрело невыразимую нежность. Эта трогательность на время успокоила меня, но скоро я и на мать стал глядеть такими же глазами, как на дочерей. смутилась и взгляд ее избегая моего, остановился на злосчастной коробке, она взяла несколько конфеток и ушла, но тотчас же вернулась, стала осыпать меня ласками и сжимать в объятиях, называя сыном. Оставила она меня с явным неудовольствием, внутренне себя принуждая. Буйство чувств моих дошло до безумия. Я ощущал огонь, бегущий у меня по жилам, еле видел окружающие предметы, какой-то туман стоял у меня в глазах, я хотел выйти на террасу. Дверь в комнату девушек была приоткрыта, я не мог удержаться и вошел. Их чувства были еще в гораздо большем смятении, чем мои. Я испугался, хотел вырваться из их объятий, но не хватило сил. Вошла мать, упреки замерли у нее на устах, и вскоре она уже потеряла всякое право упрекать нас, в чем бы то ни было. Извини, сеньор, Дон Горнадес, промолвил пилигрим, извини, что я говорю о вещах, сам рассказ о которых уже смертельный грех, но история эта нужна для твоего спасения. Я решил избавить тебя от гибели и надеюсь добиться этой цели. Не забудь явиться сюда завтра в этот самый час. Горнадес вернулся домой, и ночью его снова преследовала тень убитого графа Депенью Флор. Тут цыгану опять пришлось с нами расстаться, отложив дальнейшее повествование на завтра. День пятьдесят второй. Мы собрались в обычное время и старый цыган в виде нашей нетерпения поспешил с продолжением истории, которую Бускерос рассказывал по желанию Толеду. Продолжение истории вожака цыган. Когда Корнадес явился в назначенное время, Пилигрим стал продолжать свой рассказ. Продолжение истории осужденного Пилигрима. Коробка моя была пуста, все конфетки съедены, но взгляды наши казалось жаждали оживить угасшие восторги, наши мысли пытались порочными воспоминаниями и в нашей слабости было свое грешное очарование. Одно из свойств порока в том, чтобы заглушить голос природы. Синьора Сантаарес, целиком отдавшаяся необузданной похоти, забыла, что отец ее стенает в узилище и что ему, быть может, уже вынесен смертный приговор. Я думал о нем еще меньше, как вдруг необычайное обстоятельство заставило меня вспомнить о нем. Однажды вечером ко мне пришел какой-то незнакомец, тщательно окутанный широким плащом. Я немного испугался, тем более, что на лице у него была маска. Этот таинственный человек сделал мне знак, чтобы я сел и Сев тоже сказал «Синьор Эрваз, ты, кажется, друг синьоре Сантаарес. Я хочу поговорить с тобой открыто и прямо. Дело важное, я не хотел бы говорить о нем с женщиной. Синьора Сантаарес доверяла Ветреннику, некоему Дону Крестовалю Спарадосу. Он теперь в тюрьме вместе с синьором Гораньясом, отцом твоей хозяйки. Этот безумец воображал, что овладел тайной, известной лишь нескольким сановником, но он ошибался, зато я знаю ее прекрасно. Передам ее тебе в нескольких словах. Ровно через неделю, считая сегодняшнего дня, через полчаса после захода солнца, я приду к вашей двери и назову три раза имя арестованного Гораньяс, Гораньяс, Гораньяс. После третьего раза ты дашь мне кошелек с тремя тысячами пистолей. Синьора Гораньяса уже нет в Сеговии, его перевели в мадридскую тюрьму. Судьба его должна решиться в половине той же самой ночи. Вот все, что я хотел тебе сказать. С этими словами замаскированный посетитель встал и ушел. Я знал, вернее, догадывался, что у сеньора Сантарес нет никаких сбережений, поэтому решил прибегнуть к милости дона Велиала. Я сообщил своей хозяйке, что дон Крестоваль взят под подозрение своим начальством и больше не может у нее бывать, но что у меня есть знакомые в министерстве, и я надеюсь, мои хлопоты увенчаются успехом. Надежда сохранить жизнь отцу наполнила сердце сеньоры Сантарес величайшей радостью. Ко всем чувствам, которые она испытывала ко мне, прибавилась еще благодарность. Ее отданность мне стала казаться ей уже менее преступной, великое благодеяние всецело оправдывало ее в собственных глазах. Все наши минуты переполнились новыми наслаждениями. Я вырвался на одну ночь, чтобы встретиться с Велиалом, и рождал тебя, сказал он мне. Знал, что колебания твои долго не продлятся, а угрызения совести будут еще короче. Все сыновья Адама вылеплены из одной и той же глины. Но я не думал, что тебя так скоро наскучат наслаждения, неведомые даже королям этого маленького шарика, которые никогда не пробовали моих конфеток. Увы, сеньор Дон Велиал, ответил я, ты наполовину прав, но что касается моего теперешнего образа жизни, то он нисколько мне не наскучил напротив. Я боюсь, что если бы он когда-нибудь изменился, жизнь потеряла бы для меня всякую прелесть. И тем не менее, сказал Дон Велиал, ты приходишь ко мне за тремя тысячами пистолей, за которые хочешь купить свободу для сеньора Гораниса. Ты, наверное, не знаешь, что как только он будет оправдан, так сейчас же возьмет к себе в дом и дочь и внучек, которых давно предназначил в жены двум чиновникам из своей канцелярии. Ты увидишь в объятиях этих двух счастливых супругов два восхитительных создания, отдавших тебе свою невинность и в награду потребовавших только определенной доли в наслаждениях, которых ты сам был центром. Движимые скорее чувством соревнования, чем ревностью, каждая из них видела высшую награду, счастье которого была причиной и без зависти радовалась счастью, которым горила тебя другая. Их мать более опытная, но не менее страстная, благодаря моим конфеткам могла без досады смотреть на счастье дочерей. После таких минут чем наполнишь ты остальную свою жизнь? Станешь искать законных наслаждений в браке или вздыхать о чувстве прелестницы, неспособной дать тебе даже тени наслаждений, которых не знал до тебя ни один смертный? Тут Дон вилял, вдруг изменил тонн, но нет, я не прав. Отец сеньора Санта раз в самом деле не виновен и освобождение его зависит от тебя. Наслаждение, доставленное добрым делом, должно превышать все другие. Сеньор Дон вилял, сказал я, ты довольно хорошо говоришь о добрых делах и очень горячо о наслаждениях, которые греховны. Можно подумать, что ты желаешь моей вечной погибели и что ты, Дон вилял, перебил меня. Я, сказал он, один из главных участников могучего сообщества, поставившего себе целью делать людей счастливыми и излечивать их от бессмысленных предрассудков, всасываемых с молоком матери, которые потом становятся поперек дороги всем их желаниям. Мы уже выпустили немало ценных книг, где нагляднейшим образом показываем, что любовь к самому себе есть основа всех человеческих поступков и что любовь к ближнему, привязанность детей к родителям, горячая и нежная любовь, милость королей, только утонченные формы себе любия. А распружина наших поступков любовь к самому себе, то естественной целью их должно быть удовлетворение наших желаний. Об этом хорошо знали законодатели и потому так составляли законы, чтобы можно было их обойти, чем люди не упускают воспользоваться. Как же это, сеньор, Дон Валиал, перебил я, разве ты не считаешь, что справедливость и несправедливость действительные ценности? Это относительные ценности, ответил он. Тебе легче будет понять это с помощью притчи, только слушай внимательней. По стеблям высокой травы ползали маленькие насекомые. Одно из них сказало другим, посмотрите на этого тигра, который лежит рядом, это добрейшее существо, оно никогда не делает нам ничего плохого, а вот баран тики зверь, приди он сюда, сейчас же сожрал бы нас вместе с травой, которая служит нам приютом, но тигр справедлив, он отомстил бы за нас. Отсюда ты можешь сделать вывод, молодой мой друг, что все представления о справедливости и несправедливости злее добре относительны, а никак не абсолютны и не безусловны. Я согласен, существует своего рода глупое удовлетворение, связанное с так называемыми хорошими поступками. Ты его непременно испытаешь, если спасешь не вина осужденного Горанниса, и не колеблес ни минуты, если тебе уже наскучила его семья, подумай, хорошенько у тебя еще есть время. Ты должен вручить деньги незнакомцу в субботу, через полчаса после захода солнца. Приходи сюда в ночь с пятницы на субботу, ровно в полночь тебя будут ждать три тысячи пистолей. А пока прощай. Вот тебе еще коробка конфет. Я вернулся домой и по дороге съел несколько конфет. Сеньора Сантаарес и ее дочери еще не спали, ожидая меня. Я хотел поговорить о несчастном узнике, но мне не одоле... Впрочем, к чему рассказывать про все эти постыдные дела? Достаточно тебе знать, что, отпустив в погоде и разнустанной похоти, мы потеряли меру времени и перестали считать дни. Узник был совершенно забыт. Субботний день уже кончался, солнце, заходя за тучи, казалось, разбрасывает по небу кровавые отблески. Сильный раскат грома поверг меня в тревогу. Я постарался вспомнить последний свой разговор с Доном Велиалом. Вдруг я услыхал глухой замогильный голос, повторивший три раза «Гваранис, Гваранис, Гваранис». Праведное небо воскликнуло Синьора Сантарес. «Кто это, небесный или адский дух обращается ко мне, вещая о смерти моего бедного отца?» Я потерял сознание, а придя в себя побежал по дороге к Мансонаресу последний раз просить Велиала о милости. Аль-Гвасилы задержали меня, повели на незнакомую улицу в незнакомый дом, в котором я скоро узнал тюрьму. Меня заковали в кандалы и кинули в темные подземелья. Я услышал рядом звон цепей. «Это ты, молодой Ирвас?» спросил меня товарищ по неволе. «Да», ответил я. «Я Ирвас, и узнаю по голосу, что со мной говорит Дон Крестоваль Спарадус. Тебе известно он был не виноват, совершенно ни в чем не повинен», сказал Дон Крестоваль, но обвинитель сплел против него такую хитрую сеть, что мог по своему желанию либо погубить, либо спасти, он требовал от него три тысячи пистолей. Горанис нигде не мог их достать и только что удавился в тюрьме. «Мне тоже дано на выбор либо такая смерть, либо пожизненное заключение в замке Лараке, на побережье Африки. Я выбрал последнее в надежде убежать при первой возможности и потом перейти в магометанскую веру. Что же касается тебя, друг мой, то ты вскоре будешь подвергнут пытки, и тебя будут спрашивать о вещах, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Ты жил вместе с сеньорой Сантарес, так думают, что ты соучастник ее отца. Вообрази человека, духи тела которого расслаблены наслаждениями и которому вдруг грозят ужасами продолжительных пыток. Мне показалось, что я уже чувствую боль от мучения, и волосы на голове у меня встали дыбом, ужас сковал мне руки и ноги, и они, перестав мне повиноваться, начали судорожно дрожать. Вошел тюремщик и увел с Парадоса, который, уходя, кинул мне стилет. У меня не было сил поднять его, не говоря уже о том, чтобы заколоться. Отчаяние мое дошло до того, что сама смерть не могла бы его успокоить. О, Велиал, воскликнул я, Велиал, я знаю, кто ты, но призываю тебя. Ты меня звал? Я здесь, крикнул нечистый дух. Возьми этот стилет, добудь крови с пальцем и подпиши бумагу, которую я тебе протягиваю. О, мой ангел, хранитель, воскликнул я, неужели ты совсем оставил меня? Ты поздно вспомнил о нем, взревел дьявол, скрижуща зубами и пылая пламенем, и он вонзил когти мне в лоб. Я почувствовал жгучую боль и потерял сознание, вернее, впал в какой-то столбняк. Вдруг свет озарил темницу, златокрылый херувим подставил мне зеркало и промолвил. Ты видишь у себя на лбу перевернутый тав. Это знак вечного проклятия. Ты увидишь его на лбах других грешников, выведешь двенадцать на путь спасения и потом вступишь на него сам. На день облачения пилигрима и ступай за мной. Я очнулся, или, вернее, у меня было такое впечатление, что я просыпаюсь. В действительности я находился уже не в тюрьме, а на дороге в Галисию. На мне была одежда странника. Вскоре я увидел вереницы пилигримов, идущих к святому Иакову Компостельскому. Присоединившись к ним, я обошел все святыни Испании. Мне хотелось попасть в Италию и посетить Лоретто. Находясь в это время в Астурии, я направился в Мадрид. Придя в этот город, пошел на Прадо, чтобы отыскать дом сеньоры Сантарес, однако не нашел его, хотя узнал все соседние дома. Мне стало ясно, что я нахожусь еще под властью дьявола. Больше я не решился продолжать розыски. Я посетил несколько церквей, потом отправился в Буэн-Ретиро. В саду никого не было, кроме какого-то человека, сидящего на далекой скамье. Большой мальтийский крест, вышитый на его плаще, дал мне понять, что незнакомец принадлежит к высшим начальникам этого ордена. Оказалось, он сидел погруженный в задумчивость. Когда я подошел ближе, мне показалось, что у ног его разверстая пропасть, в которой лицо его отражается наоборот, как у сидящих над водой, но пропасть это полна огня. Сделав еще несколько шагов, я увидел, что видение исчезло, но, присмотревшись к незнакомцу, обнаружил, что на лбу у него перевернутый тав, знак вечного проклятия, который Херувим показал мне в зеркале, на моем собственном лбу. Тот к вожаку пришел цыган с отчетом за день, и старику пришлось с нами расстаться. День пятьдесят третий. На другой день вожак, повторяя слова Бускероса, продолжал продолжение истории осужденного Пилигрима. Я сразу понял, что передо мной один из двенадцати грешников, которых мне предстояло вернуть на путь спасения. Я постарался завоевать его доверие. Это мне удалось как нельзя лучше, и когда незнакомец убедился, что меня побуждает не одно только любопытство, в один прекрасный день, уступая моим просьбам, начал рассказывать мне о своих приключениях в таких словах. История командора Торальвы. Я вступил в Мальтийский орден, еще не выйдя из детских лет. Меня записали на службу в качестве пажа. Покровители, которые были у меня при дворе, выхлопотали мне в 25 лет командования галерой, а великий магистр, через год раздавая назначение, доверил мне лучшую командорию Арагона. галерой. мог и теперь еще могу претендовать на первейшие должности в ордене, но так как их можно достичь только в более зрелые годы и пока мне нечего было делать, я последовал примеру наших балии, которые, наверное, должны были лучше меня направить. Одним словом, занялся любовными делишками. Правда, я тогда уже считал это грехом, но если бы я только ими и ограничился, грех, отяготивший мою совесть, был следствием недопустимой опрометчивости, из-за которой я попрал то, что в нашей вере есть самого святого. С ужасом бужуя в себе эти воспоминания, но не буду опережать событий. Ты, конечно, знаешь, что у нас на Мальте живет несколько дворянских семейств, не принадлежащих к ордену и не имеющих никаких отношений с кавалерами какой бы то ни было степени. Они признают только высшую власть великого магистра и капитула, составляющего при нем совет. Затем следует другой слой, средний. Он отправляет разные должности и ищет покровительство кавалеров. Женщины этого слоя называются по-итальянски оператые, что означает уважаемые. В самом деле они заслуживают этого. Благодаря поведению, если сказать вам всю правду, благодаря умению сохранять втайне свои любовные интриги. Продолжительный опыт научил этих женщин, что соблюдать тайны не в характере французских кавалеров, и что, во всяком случае, исключительно редко кто-нибудь из этих кавалеров числил скромность среди прочих своих великолепных качеств, которыми они, вообще говоря, богаты. И получилось так, что молодым людям этой национальности, привыкшим к огромному успеху у женщин в других странах, на Мальте приходится иметь дело с уличными девками. Немецких кавалеров, впрочем, не столь многочисленных женщин и онораты особенно ценят, мне кажется, из-за белорозовой кожи. За немцами идут испанцы, главное достоинство которых состоит в твердом и честном образе мыслей. Французские кавалеры, особенно караванщики, мстят этим женщинам, всячески насмехаясь над ними и раскрывая их любовные тайны, но так как живут французы всегда обособленно и не желают учиться итальянскому языку, на котором говорит вся страна, никто не обращает внимания на их сплетни. Так спокойно жили мы с нашими женщинами, как вдруг однажды пришел французский корабль, доставивший командора фулька из старинного рода Сенешалей Пуату, происходящего от герцогов ангулямских. Командор был однажды на Мальте и прославился большим количеством поединков. Теперь он приехал добиваться назначения на пост главного командора галерного флота. Он прожил уже 36 лет на свете и можно было предположить, что он остепенился и в самом деле он уже перестал быть забиякой и крикуном, но зато стал надменным, гордым, неуживчивым и притязал на то, чтобы его уважали больше самого великого магистра. Командор завел открытый дом. Французские кавалеры вечно толклись у него. Мы редко ходили к нему, а потом и совсем перестали, так как у него всегда велись неприятные для нас разговоры, между прочим, о женщинах, которых мы уважали и любили. Из дома командор всегда выходил окруженный роем молодых караванщиков. Он водил их в узкий переулок, показывая места своих поединков и рассказывая о них во всех подробностях. Надо тебе сказать, что по нашим обычаям поединки на Мальте запрещены, кроме как в узком переулке, в проходе, в который не выходит ни одного окна. Ширина переулка такова, чтобы два человека могли сойти и скрестить шпаги. Но отступить ни одному из них невозможно. Противники стоят поперек переулка, а секунданты останавливают прохожих, чтобы не помешали. Обычай этот был введен когда-то для предотвращения убийств, так как человек, знающий, что у него есть враги, не пойдет по узкому переулку. Если же убийство будет совершено где-нибудь еще, его нельзя будет выдать за результат поединка. Наконец, по узкому переулку запрещено под страхом смерти ходить, имея при себе стилет. Ты видишь таким образом, что к поединкам на Мальте отношения вполне терпимые, а они даже разрешаются, хоть разрешение это и негласное. Со своей стороны кавалеры не только не злоупотребляют этой свободой, но говорят о ней даже с некоторым возмущением, как о нарушении христианского милосердия, особенно разительном вместо пребывания ордена. Так что прогулки командора по узкому переулку были не очень уместны, и нет ничего удивительного, что они дали плохие плоды. Французские караванщики стали забияками, к чему, впрочем, имели врожденную склонность. Их дурные повадки делались день от дня все хуже. Испанские кавалеры все больше от них отшатнулись, и в конце концов собрались у меня, чтобы обсудить вопрос, что сделать для обуздания их буйства, которое становилось нестерпимым. Я поблагодарил соотечественников за оказанную мне честь, и обещал поговорить об этом с командиром, обрисовав ему поведение молодых французов как своего рода злоупотребление, которое он один в состоянии сдержать, благодаря высокому уважению и почтению, каким его окружают его подданные, состоящие из представителей трех народов. Я имел намерение сделать это с надлежащей учтивостью, которой командор был так чувствителен, но в то же время не надеялся, что дело обойдется без поединка. Однако я думал об этом без огорчения, так как поединок по такому поводу был бы для меня очень почетным, и, наконец, я полагал, что таким способом дам выход той неприязни, которую с давних пор питал командору. Это было на страстной, и мы решили, что разговор мой с командором состоится только через две недели. Мне кажется, ему сообщили о моем намерении, и он хотел предупредить события, ища со мной ссоры. Наступила страстная пятница. Ты знаешь, что по испанскому обучаю, сопровождая в этот день любимую женщину из одной церкви в другую, кавалер подает ей святую воду. Отчасти к этому побуждает ревность и боязнь, чтобы кто-нибудь другой не дал ей воды и таким способом не свел с ней знакомство. Обычай этот существует и на Мальте. Согласно ему, я последовал за одной молодой женщиной, с которой уже несколько лет был в связи, но в первой же церкви, куда она вошла, командор приблизился к ней раньше меня. Он стал между нами, повернувшись ко мне спиной, и попятился на несколько шагов, словно желая наступить мне на ногу. Этот поступок обратил на себя внимание присутствующих кавалеров. Выйдя из церкви, я с безразличным видом подошел к командору, словно желая поговорить с ним о пустяках, спросил его, в какую церковь он думает теперь пойти. Он назвал мне храм какого-то святого, я предложил провести его туда кратчайшим путем и как будто не означая привел в узкий переулок. Там я остановился и обнажил шпагу уверенности, что никто нам не помешает, так как нынче все в церквах. Командор тоже обнажил шпагу, но опустил острие. Как, сказал он, в страстную пятницу? Я не хотел ничего слушать. Прошу принять во внимание, прибавил он, что вот уже шесть лет, как я не был на исповеди, меня страшит состояние моей совести. Через три дня у меня вообще характер спокойный, а ты знаешь, что такие люди, доведенные до крайности, теряют над собой власть. Я вынудил командора драться, но странное дело, какой-то ужас выразился на его лице. Он прислонился к стене и, словно боясь упасть, заранее искал опоры. И в самом деле я бронзил ему грудь с первого выпада. Он опустил клинок, привалился к стене и умирающим голосом произнес «Я тебя прощаю, лишь бы небо простило тебя. Отнеси мою шпагу в тетфульк и вели отслужить за упокой моей души сто мест в замковой часовне». После этого он испустил дух. Сначала я не обратил внимания на его последние слова. И если потом припомнил их, то потому, что услышал вторично, о происшедшем я доложил, как полагается, и могу сказать, что в свете поединок этот мне нисколько не повредил. Командора терпеть не могли и признавали, что он получил по заслугам. Но я считал, что совершил грех перед Богом, особенно тем, что надругался над святым таинством и совесть жестоко меня мучила. Так прошла неделя. В ночь с пятницы на субботу я вдруг проснулся и, оглядевшись по сторонам, обнаружил, что нахожусь не у себя в комнате, а лежу в узком переулке на мостовой. Еще более я удивился, ясно увидев прислонившегося к стене Командора. Призрак, наделенный сверхъестественной силой, промолвил отнеси мы шпагу в Тедфульк. Закажи за упокоя моей души сто мес в замковой часовне. Как только я услышал эти слова, так сейчас же заснул мертвым сном. А утром проснулся у себя в комнате в своей постели, но сохранил отчетливое воспоминание о том, что видел. на следующую ночь я велел слуги лечь у меня в комнате и не видел ничего. Целую неделю я был спокоен, но в ночь с пятницы на субботу опять было то же видение, с той лишь разницей, что в нескольких шагах от меня на мостовой лежал мой слуга. Оказался призрак командора и опять произнес те же слова. С тех пор каждую пятницу видение повторялось. Слуге моему снилось, будто он лежит в узком переулке, однако он не видел и не слышал командора. Сначала я не знал, что это такое за тетфульк, куда мне по требованию командора надлежало отнести его шпагу. Кавалеры из Пуату объяснили мне, что это замок, расположенный в трех милях от Пуатье в лесу, что в том краю о нем ходят всякие невероятные слухи, что туда отправляются смотреть какие-то достопримечательности, например, оружие фульк-тайфера и доспехи убитых им рыцарей, и, наконец, что по обычаю принятому в семье фульк, туда складывают оружие, служившее членом семьи в битвах и на поединках. Все это меня страшно заинтересовало, но надо было сперва подумать о своей душе. Я отправился в Рим, исповедовался в своих грехах великому исповеднику, не утаив от него и то, что меня все время преследует видение командора. Он не отказал мне в отпущении, но при одном условии. Совершив покаяние, мне необходимо было подумать о ста местах часовни замка Детфульк. Между тем, небо приняло мою жертву и с тех пор, как я исповедался, призрак командора перестал меня мучить. Покидая Мальту, я взял с собой его шпагу и немедля выехал прямо во Францию. Побывав в Пуатье, я убедился, что там уже знают о смерти командора и жалеют о ней не больше, чем на Мальте. Я оставил своих слуг в городе, а сам оделся пилигримом и нанял проводника. Мне казалось более уместным пойти в замок пешком, к тому же дорога в Тетфульк была совершенно непроезжей. Мы подошли к запертым воротам, долго звонили и кричали, наконец показался управитель. Он был единственным обитателем замка, если не считать надзиравшего за часовней отшельника, которого мы застали как раз на молитве. Когда он окончил свою беседу с Богом, я сказал ему, что прошу его отслужить сто мест. С этими словами я положил пожертвование на алтарь и хотел сделать то же со шпагой командора, но управитель указал мне, что ее надо отнести в оружейную, где по обычаю всегда складываются доспехи всех фульков, павших в битвах, а также оружие убитых ими противников. Я последовал за управителем в оружейную и в самом деле увидел множество шпаг, разные величины и многочисленные портреты, начиная от фульк Тейфера, герцога Ангулемского, который выстроил Тетфульк для своего побочного сына, ставшего потом Сенышалем Пуату и родоначальником ветви Фульк из Тетфулька. Портреты Сенышаля и его жены висели по обе стороны находящегося в углу оружейной большого камина. Лица на них были как живые. Остальные портреты были тоже хорошо написаны, каждый в стиле своей эпохи, но все они уступали в выразительности портрету фульк Тейфера. Изображение было в натуральную величину. Рыцарь стоял в кафтане из буйволовой кожи, в одной руке держал шпагу, а другой брал щит, подаваемый ему конюшен. Большая часть шпаг была искусно развешана вокруг этого портрета. Я попросил управителя, чтобы он приказал затопить и принести мне ужин. Что касается ужина, я прикажу, ответил он, а вот насчет ночлега я посоветовал бы, милый пилигрим, лучше переночевать у меня в комнате. Я спросил, чем вызвана такая опасливость. Не надо спрашивать, возразил управитель. Поверь мне, и вели послать тебя возле моей постели. Я согласился на его предложение с тем большей охотой, что дело было в пятницу, и я боялся, как бы призрак опять не появился. Управитель ушел похлопотать об ужине, и я стал рассматривать оружие и портреты, которые, как я уже сказал, были написаны с удивительным правдоподобием. Чем больше день клонился к закату, тем больше одежды, написанные темными красками, сливались с мрачным фоном картин, только лица резко выделяли с озаренной огнем камина. В этом было что-то страшное, хотя, быть может, я давал слишком большую волю воображению, так как нечистая совесть держала меня в состоянии постоянной тревоги. Управитель принес мне ужин, состоявший из блюда форелей, пойманных в соседнем ручье, подали мне и бутылку недурного вина, и я с одними кореньями, сваренными в воде. У меня было обыкновение ежедневно читать требник, как полагается монаху, тем более испанскому, поэтому я достал книгу четки и сказал управителю, что сон еще не одолевает меня, и я буду молиться в оружейной до поздней ночи. Я только попросил его показать, где его комната, вот и хорошо, ответил он, в полночь, в часовню, придет молиться отшельник. Тогда ты, спускаясь вот по этой маленькой лестнице, не минуешь моей комнаты, а я оставлю дверь открытой, только помни, что после полуночи здесь оставаться нельзя. Управитель ушел. Я стал молиться время от времени, подбрасывая дров в огонь, но не решался смотреть на стены, так как портреты будто начали оживать. Если же случайно бросал взгляд на какой-нибудь из них, он сейчас же начинал моргать и делать гримасы, особенно сыны шаль и жена его, висевшие по обе стороны камина, кидали на меня грозные взгляды и переглядывались между собой. Внезапный порыв ветра, от которого окна задрожали с такой силой, что оружие на стене застучало, удвоил мою тревогу. Однако я не переставал жарко молиться. Наконец я услышал голос отшельника поющего псалмы и когда пение прервалось, стал спускаться с лестницы, направляясь в комнату управителя. В руке у меня был агарок свечи, но порыв ветра погасил его. Я вернулся, чтобы зажечь его, но каково же было мое удивление, когда я увидел, что сына шаль и жена его, выйдя из рам, сидят у камина. Они дружески беседовали и речах слышалась очень отчетливо душа моя, сказал сына шаль, что ты думаешь об этом костильце, который умертвил командора, не дав ему даже исповедаться? Я думаю, мой добрый супруг и господин ответил призрак женского пола, что это великий грех и злодейство, но у меня есть надежда, что благородный Тайфер не выпустит этого костильца по-добру поздорову из замка, кинет ему перчатку. Страх обуял меня. Я выскочил на лестницу, хотел ощупью добраться до двери управителя, но тщетно. В руке я еще держал свечку, надо было ее зажечь. Я немного успокоился, постарался втолковать самому себе, что призраки у камина порождены моим распаленным воображением. Я вернулся и, остановившись на пороге оружейной, убедился, что в действительности возле камина никого нет. Я смело вошел, но, сделав несколько шагов, что же увидел посреди зала? Благородный Тайфер в боевой позе направил на меня острие своей шпаги. Я хотел убежать на лестницу, но в дверях встало видение конюшева и кинуло к ногам моим перчатку. Не зная, что делать, я сорвал со стены первую попавшуюся шпагу и бросился на своего призрачного противника. Мне даже показалось, что я проткнул его насквозь, но в то же мгновение я получил удар под сердце, обжегший меня, как раскаленное железо. Кровь моя хлынула на паркет, я упал без чувств. На другой день я очнулся в комнате управителя, который, видя, что меня все нет, взял святой воды и пошел за мной. Он нашел меня распростертым на полу без сознания. Я посмотрел на грудь и не обнаружил никакой раны. Значит, удар получен был мной только в воображении. Управитель ни о чем меня не спрашивал, но посоветовал немедленно покинуть замок. Я послушался его совета и направился по дороге в Испанию. Через неделю я уже был в Байонне. Прибыл туда в пятницу и остановился в трактире. Среди ночи я вдруг проснулся. и увидел перед собой благородного Тайфера, направляющего на меня шпагу. Я осенил себя крестным знаменем и видение рассеялось. Однако я почувствовал точно такой же удар, как тогда в замке Тетфульк. Мне показалось, что я обливаюсь кровью, хотел позвать на помощь, вскочил с постели, но и то, и другое оказалось невозможным. Эта страшная пытка длилась до первого пения петуха. Тогда я заснул, но наутро здоровье мое было в самом жалком состоянии. С тех пор видение повторяется каждую пятницу, и никакие благочестивые поступки не могут его предотвратить. Скорбь толкает меня в могилу, так и сойду в нее, не освободившись из-под власти дьявола. Меня еще поддерживает слабый луч надежды на милосердие Божие. Оно придает мне сил переносить мои мучения. На этом окончил свою повесть командор Торальва, или лучше сказать, осужденный пилигрим, который, поведав ее Корнадесу, продолжил рассказ о своих собственных приключениях в таких словах. Командор Торальва был человек набожный, хоть и нарушил святые правила религии, вступив в поединок с противником, которому не позволил даже очистить свою совесть. Я без труда убедил его, что если он действительно хочет освободиться от искушения дьявола, то ему нужно отправиться на поклонение к святым местам, где грешники всегда найдут утешение и защиту. Торальва послушался моего совета и мы вместе посетили чудотворные святыни в Испании. Потом поехали в Италию, побывали в Лоретто в Риме, великий исповедник дал ему не только условное, но и полное отпущение грехов, к которому добавил папскую индульгенцию. Торальва, совершенно очистившись, уехал на Мальту, я же в Мадрид, а оттуда в Саламанку. Встречив тебя, я увидал на лбу твоем знак осуждения, и мне стала известна твоя история. Граф Депенье Флор в самом деле имел намерение обольстить всех женщин, но пока не обольстил ни одной. Так как он грешил только в мыслях, душа его еще не подверглась опасности, но вот уже два года, как он пренебрегает требованиями религии и должен был как раз покаяться, когда ты приказал его убить, или вернее оказался причиной его смерти. Вот почему тебя преследует призрак. У тебя есть один только способ вернуть себе покой. Ты должен последовать примеру командора. Я возьму на себя роль того поводыря, так как от этого зависит и мое собственное спасение. Форнадес дал себя уговорить. Он посетил святые места в Испании, потом перебрался в Италию и на богомолье у него ушло два года. Синьора Форнадес провела все это время в Мадриде, где поселились ее мать и сестра. Вернувшись в Соломанку, Форнадес нашел дом в полнейшем порядке. Жена его, еще похорошевшая против прежнего, была с ним очень ласкова. Через два месяца она съездила еще раз в Мадрид навестить мать и сестру, а затем вернулась в Соломанку и уже больше ее не покидала. Тем более, что герцог Аркос отправился послом в Лондон. Тут вмешался к кавалер Туледу. Синьор Бускерос, я не намерен слушать дальше твои рассказы. Мне необходимо знать, что в конце концов стало с синьорой Форнадес. Она овдовела, ответил Бускерос. Потом опять вышла замуж и с тех пор ведет себя самым примерным образом. Но что я вижу, вот она снова сама направляется в нашу сторону и даже, если не ошибаюсь, прямо к тебе в дом. Что ты говоришь, воскликнул Туледу, да это сеньора ускаришь. Ах, негодная, вбила мне в голову, будто я первый был ее любовником. Но она дорого за это заплатит. Желая как можно скорее оказаться наедине со своей возлюбленной, кавалер поспешил выпроводить нас. День пятьдесят четвертый. На другой день мы собрались в обычную пору и, попросив цыгана продолжать рассказ о его приключениях, услышали следующее. Продолжение истории вожака цыган. То ледо, осведомленный о подлинной истории сеньоры Ускарис, некоторое время развлекался тем, что рассказывал ей о фрасхите Корнадес, как об очаровательной женщине, с которой он хотел бы познакомиться и которая одна только могла бы сделать его счастливым, привязать к себе и остепенить. Но в конце концов ему надоели все любовные интриги, как и сама сеньора Ускарис. Семья его, пользовавшаяся большим влиянием при дворе, выхлопотала для него Кастильский Приорат, в то время как раз вакантный. Кавалер поспешил на Мальту занять новую должность, и я потерял покровителя, который мог бы помочь мне расстроить замыслы Бускероса относительно моего отца. Мне пришлось оставаться пассивным свидетелем этой интриги, не имея возможности помешать ей. Дело было вот в чем. Я уже говорил вам в начале моего повествования, что отец мой каждое утро, чтобы подышать свежим воздухом, стоял на балконе, выходящем на улицу туалета, а потом шел на другой балкон, который выходил в переулок. И как только увидит своих соседей напротив, так сейчас же приветствовал их, произнося огур. Он не любил возвращаться в комнату, не поздоровавшись с ними. Чтобы долго его не задерживать, соседи сами спешили выслушать его огур, а кроме того, никаких других сношений с ними у него не было. Но эти привитливые соседи съехали, и вместо них поселились две дамы по фамилии Симьенто, дальние родственницы Дона Роке Бускеросе. Сеньора Симьенто тетка была сорокалетняя женщина со свежим цветом лица и нежным, но скромным выражением, а Сеньорита Симьенто племянница, высокая, стройная девушка с красивыми глазами и великолепными плечами. Обе женщины въехали сразу после того, как помещение освободилось, и на другой день отец мой, выйдя на балкон, был очарован их наружностью. По своему обыкновению он пожелал им доброго дня, и они ответили ему как нельзя более приветливо. Эта неожиданность доставила ему несказанное удовольствие, однако он ушел к себе в комнату, а вскоре и обе женщины последовали его примеру. Взаимный обмен любезностями глился всего неделю, как вдруг отец мой заметил в комнате сеньорита Симьенто некий предмет, возбудивший в нем величайшее любопытство. Это был небольшой стеклянный шкаф, полный хрустальных баночек и флаконов. В некоторых из них содержались видимо яркие краски, в других золотой серебряный и голубой песок, в третьих наконец золотистый лак, шкаф стоял прямо перед окном. Сеньорита Симьенто в легком корсаже подходила и брала то один, то другой флакон, затмевая, казалось, алебастровыми плечами своими блестящей краски, которая вынимала из шкафа. Но что она с этими красками делала, отцу было невдомек. Однако, не имея привычки о чем бы то ни было расспрашивать, он предпочел остаться в неведении. Однажды сеньорита Симьенто села у окна и начала писать. Чернила оказались слишком густыми. Она развела их водой, но слишком сильно, так что ничего не получилось. Отец мой, подчиняясь врожденной любезности, налил бутылку чернил и послал соседке. Служанка вместе с изъявлениями благодарности принесла ему картонную коробочку с дюжиной палочек разноцветного сургуча. Каждая палочка была снабжена надписью или эмблемой весьма искусно написанной. Наконец, отец понял, чем занимается сеньорита Симьенто. Эта работа, напоминающая его собственную, могла бы послужить великолепным дополнением к занятию, которому он посвятил жизнь. Усовершенствование качества сургуча, по мнению подлинных знатоков, ценилось выше, нежели производство чернил. Изумленный отец склеил конверт, написал на нем своими замечательными чернилами адрес и запечатал новым сургучом. Печать оттиснулась превосходно. Он положил конверт на стол и долго им любовался. Вечером он пошел к книг-продавцу Морено, где застал какого-то незнакомого человека, который принес такую же коробочку с таким же количеством палочек сургуча. Присутствующие взяли на пробу и не могли нахвалиться совершенством выработки. Отец провел там весь вечер, а ночью видел во сне сургучные палочки. На другой день утром он обратился к соседкам с обычным приветствием. Хотел сказать даже что-то еще и уже открыл было рот, но промолчал и ушел к себе в комнату. Однако сел так, чтобы видеть, что делается у сеньориты Симьенто. Служанка вытирала пыль, а прекрасная племянница высматривала сквозь увеличительное стекло малейшую пылинку и если удавалось что-нибудь обнаружить, то приказывала вытирать еще раз. Отец, отличавшийся исключительной любовью к порядку, видя ту же самую склонность в соседке, проникся к ней еще большим уважением. Я уже вам говорил, главное занятие моего отца состояло в том, что он курил сигары и пересчитывал прохожих либо черепицы на крыше дворца герцога Альбы. Однако с этих пор он уже не посвящал этой забаве целые часы, а занимался ею каких-нибудь несколько минут. Могучие чары влекли его на балкон, выходящий в переулок. Первый заметил эту перемену в узкий рост и не раз высказывал при мне твердую уверенность, что скоро дон Филипп Авадор восстановит свою прежнюю фамилию, лишившись прозвания Тель Тинтеру Ларгу. Как неплохо разбирался я в делах, однако понимал, что женитьба отца ни с какой стороны не может быть мне выгодной, поэтому я побежал к тете Долоносе и стал умолять ее, чтобы она постаралась помешать беде. Тетя искренне огорчилась этой вестью и еще раз отправилась к дяде Сантосу. Но Теотинец ответил, что брак божественное таинство, против которого он не имеет права выступать, а насчет меня последит, чтобы мне не было причинено никакого ущерба. Кавалер Толядо давно уехал на Мальту, и я вынужден был бессильно смотреть на все это, а порой даже и содействовать, так как Бускерос посылал меня с письмами к своим родным, потому что сам у них не бывал. Сеньора Семьенто никогда не выходила из дома и никого не принимала. Со своей стороны и отец мой все реже ходил в город, никогда прежде не отказался был он от театра и не стал бы изменять распорядок дня, теперь же пользовался любым предлогом, самым легким насморком или простудой, чтобы посидеть дома, и не мог оторваться от окна, выходящего в переулок, глядя, как Сеньорита Семьенто расставляет флаконы или укладывает палочки сургуча. Вид двух белоснежных рук, все время мелькающих у него перед глазами, до того распалил его воображение, что он не мог ни о чем другом думать. Вскоре новый предмет возбудил его любопытство. Это был котелок, сходный с тем, в котором он приготовлял свои чернила, но гораздо меньших размеров и стоящие на железном треножнике. Горящие под ним горелки все время поддерживали умеренную температуру. Вслед за первым появились еще два таких же котелка. На другой день отец, выйдя на балкон, произнеся огур, хотел было спросить, что значит эти котелки, но, не имея привычки вступать в разговор, ничего не сказал и ушел к себе. Терзаемый любопытством, он решил послать сеньорите Семьенто еще бутылку своих чернил. В виде благодарности он получил три флакона разноцветных чернил красных, зеленых и синих. Вечером отец пошел к книгопродавцу. Он застал там одного чиновника из финансового ведомства, державшего под мышкой сводный отчет о приходах и расходах кассы. В этом отчете столбцы цифр были написаны красными чернилами заглавия синими, а разграфлены листы зелеными. Чиновник утверждал, что только он один владеет тайной изготовления таких чернил и что во всем городе нет никого, кто мог бы похвастать этим искусством. Услышав это, какой-то неизвестный обратился к отцу со словами «Синьор Авадоро, неужели ты так отменно изготовляющий черные чернила, не знаешь способа изготовлять цветные?» Отец мой не любил, когда его о чем-нибудь спрашивали и очень легко смущался. На этот раз, однако, он разомкнул было уста, чтобы ответить, но ничего не сказал, а решил лучше сбегать домой и принести к Морену бутылки. Присутствующие не могли вдоволь надевиться высокому качеству чернил, а чиновник попросил разрешения взять немного на пробу домой. Отец, осыпанный похвалами втайне уступил всю славу Синьорите Симьенто, до сих пор не зная даже, как ее зовут. Вернувшись к себе, он открыл книгу с рецептами и нашел два для изготовления синих чернил, три для зеленых и семь для красных. При виде стольких рецептов у него в голове помучилось. Он не мог двух мыслей связать. Одни только прекрасные плечи соседки живо рисовались в его воображении. Уснувшие чувства его пробудились и он почувствовал всю их силу. На другой день утром приветствуя соседок, он твердо решил узнать их фамилию и разомкнул уста, чтобы спросить, но опять ничего не сказал, и вернулся к себе в комнату. Потом, выйдя на балкон по улице то ледо он увидел довольно хорошо одетого человека с черной бутылкой в руке. Поняв, что этому человеку нужны чернила, он стал мешать в котле, чтобы отпустить самых лучших. Кран находился на одной третьей высоты котла, так что отстой оставался на дне. Неизвестный вошел, но вместо того, чтобы уйти, когда отец налил ему бутылку, сел и попросил позволения выкурить сигару. Отец хотел что-то ответить, но ничего не сказал. Неизвестный вынул сигару из кармана и прикурил от лампы на столе. Этим неизвестным был негодяй Бускерос, сеньор Авадору. Обратился он к моему отцу. Ты занимаешься приготовлением жидкости, принесшей человечеству немалый бед. Сколько заговоров, предательств, обманов, сколько скверных книг появилось на свет благодаря чернилам, не говоря уже о любовных записках и посягательствах на честь мужей. «Как по-твоему, сеньор Авадору?» «Не отвечаешь, привык молчать». «Но это не важно, что ты молчишь, зато я говорю за твоих. У меня уж такая привычка, будь добр, сеньор Авадору, сядь на вот это кресло, я вкратце поясню тебе свою мысль, утверждаю, что из этой бутылки чернила выйдет». При этом Бускерос толкнул бутылку и чернила вылились прямо на колени отцу, который, ни слова не говоря, поспешно вытер их и переоделся. Вернувшись, он увидел, что Бускерос держит шляпу в руке и хочет с ним проститься. Отец был счастлив избавиться от него и открыл ему дверь. Бускерос в самом деле вышел, но через минуту вернулся. «Прошу прощения, сеньора Вадоро», промолвил он. «Мы с тобой забыли, что бутылка пуста. Однако не трудись, я сам сумею ее наполнить». Бускерос взял воронку, вставил ее в бутылку и повернул кран. Когда бутылка наполнилась, отец снова пошел открывать дверь. Дон Рокке стремительно выскочил наружу, а отец вдруг увидел, что кран остался открытым и чернило разливаются по комнате. Он кинулся закрывать кран, и в это мгновение Бускерос свежнулся еще раз и, делая вид, будто не замечает, что натворил, поставил бутылку на стол, развалился на том самом кресле, вынул из кармана сигару и закурил ее от лампы. «Это правда, сеньора Вадоро?» спросил он отца, «А что, у тебя был сын, который утонул в этом котле?» «Если бы бедняга умел плавать, он бы, конечно, спаться». «Где ты достал этот котел, сеньор?» бьет об заклад, что в табосе великолепная глина. «Такая идет на изготовление селитры, тверда, как камень. Позволь попробовать». Отец мой хотел помешать этому, но Бускерос ударил по котлу мешалкой и разбил его дребезги. Чернила хлынули ручьем, облили отца и все, что было в комнате, в том числе из самого Бускероса. Отец, редко открывавший рот, на этот раз закричал благим матом. На балконе показались соседки. «О, милостивые государыни!» крикнул Бускерос. «У нас несчастье!» разбился большой котел и залил всю комнату чернилами. «Сеньор Тинтеро не знает, что делать. Окажите нам христианское милосердие, пустите к себе». Соседки охотно согласились о том, что он познакомится со своей красавицей, которая издали протягивала к нему белоснежные руки, очаровательно улыбаясь. Бускерос накинул плащ отцу на плечи и проводил его до дома сеньора Симьенто. Не успел отец мой туда войти, как получил неприятное известие. Торговец шелком, державший лавку под его жильем, заявил, что чернила протекли вниз на его товар и что он уже послал за судейским чиновником для составления протокола о нанесенном ущербе. В то же самое время и владелец дома потребовал от отца немедленно съехать с квартиры. Отец, изгнанный из своего жилища и выкупанный в чернилах, впал в полное уныние. Не надо подать духом, сеньора Вадоро, сказал ему Бускерос. У этих дам во дворе есть просторное помещение, в котором они совершенно не нуждаются. Я распоряжусь, чтобы сейчас же принесли туда твои вещи. Тебе там будет очень удобно и к тому же у тебя не будет недостатка в красных, синих, зеленых чернилах гораздо лучшего качества, чем были твои. Но советую тебе некоторое время не выходить из дома. Если ты пойдешь к Морену, каждый будет просить, чтобы ты рассказал о происшествии с котлом, а ты ведь не любишь много говорить. Гляди, вот уже зеваки со всего колодка сбежались смотреть на чернильный поток в твоей комнате. завтра завтра во всем городе только и будет разговоров, что об этом. Отец был сам не свой, но довольно было одного приманчивого взгляда сеньорита Симьенто, чтобы он приободрился и пошел осматривать свое новое обиталище. Он недолго оставался там один. К нему пришла сеньора Симьенто и сказала, что, посоветовавшись с племянницей, решила сдать ему помещение с окнами на улицу. Отец, любивший считать прохожих или черепицы на крыше дворца герцога Альбы, охотно согласился на эту замену. У него попросили только позволение оставить на прежнем месте цветные чернила. Отец кивнул головой, согласившись и на это. Котелки стояли в средней комнате. Сеньорита Симьенто приходила, уходила, брала краски, не говоря ни слова, так что во всем доме царила полная тишина. Отец никогда еще не был столь счастлив. Так прошло восемь дней. На девятой к отцу явился Бускерос и сказал ему, сеньор Абадоро, я пришел сообщить тебе о счастливом исполнении желаний, о котором ты мечтал, но до сих пор не решался говорить. Ты покорил сердце сеньориты Симьенто и получишь ее руку, но сперва тебе придется подписать вот эту бумагу, которую я держу, если хочешь, чтобы в воскресенье состоялось оглашение. Ошеломленный отец хотел ответить, но Бускерос не дал ему времени на это и продолжал сеньора Абадоро предстоящая женитьба твоя ни бля кого ни тайна. Весь Мадрид только о ней толкует. Если ты намерен отложить ее, то родные сеньориты Симьенто соберутся у меня, ты тоже приходи и сам объясни причины задержки. От этого тебе нет никакой возможности уклониться. Отец оцепенел от ужаса при мысли, что ему придется давать объяснение перед всей семьей и хотел что-то сказать, но Дон Рокке опять перебил его. Я прекрасно тебя понимаю. Ты хочешь узнать о своем фесте от самой сеньориты Симьенто? Вот и она. Я оставлю вас одних. Сеньорита Симьенто вошла смущенная, не смея поднять глаз на моего отца, взяла красок и стала молча смешивать их. Робость ее предала Дону Филиппе отваги. Он вперел взгляд и не мог оторваться. На этот раз он любовался ею совершенно иначе. Бускерос оставил нужную для оглашения бумагу на столе сеньорита Симьенто приблизилась с трепетом, взяла документ, прочла его, потом прикрыла глаза рукой и уронила несколько слезинок. Отец после смерти жены своей никогда не плакал и никому не давал повода плакать. Вызванные им слезы тем более взволновали его, что он не мог хорошенько понять причину их. Плачет ли сеньорита Симьенто из-за содержания документов или из-за того, что они не подписаны, хочет ли она выйти за него или нет, так размышлял он, а она продолжала плакать. Было бы слишком жестоко не остановить ее слезы. Но для того, чтобы она объяснилась, надо было заговорить с ней, поэтому отец взял перо и подписал. Сеньорита Симьенто поцеловала ему руку, взяла бумагу и ушла. Вернулась она в обычный час, снова поцеловала отцу руку и ни слова не говоря заняла с приготовлением синего сургуча. А отец в это время курил сигару и считал черепицы на дворце герцога Альбы. В полдень пришел брат Херонима Сантус, принес брачный договор, в котором не был забытый я. Отец подписал, сеньорита Симьенто тоже, потом поцеловала отцу руку и молча вернулась к своему сургучу. После того, как был разбит большой чернильный сосуд, отцу нельзя было показываться в театре, а тем более у книгопродавца Морено. Уединение начало понемногу ему надоедать. Прошло три дня после подписания контракта, пришел Бускерес, стал уговаривать отца поехать с ним на прогулку. Отец уступил, и они поехали на другой берег Монсонареса. Вскоре они остановились перед маленькой церковкой францисканцев. Дон Роке помог моему отцу выйти из экипажа, и они вместе вошли в церковку, где увидели сеньориту Симьенто, которая их уже ждала. Отец открыл баларот, чтобы сказать, что думал, будто едет только подышать свежим воздухом, но ничего не сказал, взял сеньориту Симьенто под руку и повел ее к алтарю. Выйдя из церкви, новобрачные сели в роскошную карету и вернулись в Мадрид, в прекрасный дом, где их ждал блестящий бал. Сеньора Авадоро открыла его с каким-то молодым человеком, очень красивые наружности, они танцевали фандамго, награждаемые шумными рукоплесканиями. Отец мой напрасно старался найти в своей супруге ту тихую и скромную девицу, которая целовала ему руку с видом такой глубокой покорности. Вместо этого он к своему неописуемому удивлению увидел разбитную, шумную, легкомысленную женщину. Сам он ни с кем не заговаривал, а так как его никто ни о чем не спрашивал, то единственным его утешением было молчание. Подали холодное мясо, прохладительные напитки. Отец, которого одолевал сон, осмелился спросить, не пора ли ехать домой. Ему ответили, что он у себя дома. Отец подумал, что дом этот входит в преданные жены. Он велел, чтобы ему показали, где спальня и лег в постель. Утром Дон Рокке разбудил новобрачных. Сеньор, дорогой мой родственник, с такими словами обратился он к моему отцу. Я называю тебя так, потому что жена твоя ближайшая родственница, какая только у меня есть на белом свете. Мать ее из рода Бускеросов из Леона. До сих пор я не напоминал тебе о твоих делах, но отныне намерен заняться ими больше, чем своими собственными, от того, что сказать по правде у меня никаких собственных дел нет. Что касается твоего состояния, сеньор Авадоро, я прекрасно осведомлен о твоих доходах и о том, как ты их тратишь в последние 16 лет. Вот документы о твоем имущественном положении. Ко времени первой женитьбы ты получал 4000 пистолей годового дохода, который, кстати сказать, не умел тратить. Ты брал себе 600 пистолей, а 200 расходовал на воспитание сына. Остающиеся 3200 пистолей ты помещал в торговый банк, а проценты с них отдавал театинцу херониму на благотворительные дела. Я тебя за это ничуть не осуждаю, но, честное слово, жаль бедняков, которые отныне будут обходиться без твоей поддержки. Впредь мы сами сумеем распорядиться твоими четырьмя тысячами пистолей годового дохода, а что касается до 51 тысячи двухсот лежащих в банке, то вот как мы их распределим. За этот дом 18 тысяч пистолей признаю, что это дороговато, но продающий мой близкий родственник, а мои родственники, твои родственники, дон Авадоро. А жерелья и кольца, которые были вчера на сеньоре Авадоро, стоят 8 тысяч пистолей, допустим, 10, я потом тебе объясню, в чем дело. Остается еще 23 200 пистолей, проклятый театинец, 15 тысяч оставил для твоего бездельника сына на случай, если бы тот вдруг нашелся. 5 тысяч на устройство дома не будет слишком много, потому что, откровенно говоря, преданное твоей жены составляет 6 рубашек и столько же пар чулок. Ты скажешь мне, что и при этом останется еще 3200 пистолей, с которыми ты сам не знаешь, что делать, но чтобы вывести тебя из затруднения, я займу их у тебя под процент, о котором мы договоримся. Вот, сеньор Авадоро доверенности, будь добр подписать. Отец мой не мог прийти в себя от изумления, в которое повергли его слова Бускероса. Он открыл рот, чтобы что-то сказать в ответ, но не зная, как начать, отвернулся к стене и надвинул на глаза ночной колпак. Ерунда, промолвил Бускерос, не ты первый хочешь заслониться от меня ночным колпаком и притвориться спящим. Я знаю эти штучки и всегда ношу свой ночной колпак в кармане. Сейчас я тоже прилягу на диване, мы оба выспимся, а потом опять вернемся к нашей доверенности или же если ты предпочитаешь соберем моих и твоих родственников и посмотрим нельзя ли уладить это дело как-нибудь иначе. Отец мой, сунув голову между подушками, стал размышлять о своем положении и о том, как бы вернуть себе покой. Он вообразил, что предоставив жене полную свободу, сможет вернуться к прежнему образу жизни, ходить в театр к книготорговцу Морено и даже наслаждаться изготовлением чернил. Немного утешенный этой мыслью, он открыл глаза и сделал знак, что согласен подписать доверенность. В самом деле, он подписал ее и хотел встать с постели. Погоди, погоди, сеньор Авадоро остановил его бускерос. Прежде чем вставать, ты должен подумать о том, что будешь целый день делать. Я помогу тебе и надеюсь, ты будешь доволен тем распорядком, который я предложу, тем более, что сегодняшний день положит начало целой вереницы столь же приятных, сколь разнообразных занятий. Прежде всего, я принес тебе здесь пару расшитых сапожек и костюм для верховой езды. У ворот тебя ждет отличный скакун. Мы покатаемся по Прадо, куда и сеньора Авадора скоро прибудет в карете. Ты убедишься, сеньор Дон Филиппе, что у супруги твоей в городе много знатных друзей, которые станут и твоими. Правда, в последнее время они слегка охладели к ней, но теперь, видя, что она замужем за таким выдающимся человеком, как ты, несомненно, забудут о своем прежнем предубеждении к ней. Я тебе говорю, первые сановники при дворе будут искать встречу с тобой, угождать тебя, обнимать, да нет, душить тебя в приливе дружеских чувств. Услышав это, отец мой впал в какое-то расслабленное состояние, или, лучше сказать, в оцепенение. В узкий роз, не замечая этого, продолжал. Некоторые из этих господ будут оказывать тебе честь, добиваясь приглашения на твои обеды. Да, сеньора Вадоро, они будут оказывать тебе эту честь. Я думаю, что ты не подведешь меня. Ты убедишься, что твоя жена умеет принимать гостей. Даю слово, ты не узнаешь прежней скромной изготовительницы сургуча. Ты ничего не говоришь на это, сеньор Вадоро, и правильно делаешь, что меня не перебиваешь. Например, ты любишь испанскую комедию, но Бьюз Абзаклад никогда не был в итальянской опере, которая приводит в восхищение весь двор. Ладно, нынче же вечером ты будешь в опере и знаешь, в чьей ложе? О, не больше, не меньше, как самого Фернандо де Тасс, главного конюшевого. А оттуда мы поедем на бал к этому же сеньору, где ты увидишь все придворное общество. С тобой будут беседовать, приготовься отвечать. Между тем отец мой пришел в себя, но на лбу у него выступил холодный пот, руки сделались как деревянные, шеи напряглась, голова упала на подушку, глаза странно выкатились из орбит, грудь стала издавать мучительные вздохи, словом, у него начались судороги. Гускирос заметил наконец, какое действие производит его слова и позвал на помощь, а сам отправился на Праду, куда вскоре за ним поспешила и моя мачеха. Отец впал в литургию, силы вернулись к нему, но он никого не узнавал, кроме жены и бускерозы. При виде их лицо его искажалось яростью, но в остальном он оставался спокойным, молчал и отказывался вставать с постели. А когда приходилось все же ненадолго встать, то казалось ему страшно холодно, и он полчаса после этого стучал зубами. Приступ слабости становился все острее. Больной мог принимать пищу только в очень небольших количествах. Судорожный спазм сжимал ему горло, язык распух и сделался твердым, глаза потускнели, взгляд стал мутным, темно-желтая кожа пошла мелкими белыми пятнами. Я получил доступ в его дом под видом слуги и с прискорбием следил за развитием болезни. Тетя Долоноса, которой я открыл тайну, дежурила при нем по ночам, но больной не узнавал ее. Что же касается моей мачехи, то было заметно, что ее присутствие очень ему вредит, так что брат Херонима уговорил ее уехать в провинцию, куда поспешил за ней и Бускерос. Я прибег к последнему средству, которое должно было вывести отца из его ужасной меланхолии, и в самом деле оно принесло временное облегчение. Однажды в полуоткрытую дверь в соседнюю комнату отец увидел котел совершенно такой же, как тот, в котором он прежде варил чернила. Рядом стоял столик с разными бутылками и весами для отвешивания составных частей. Лицо отца выразило тихую радость. Он встал, подошел к столику, велел подать ему кресло, но сам он был слишком слаб, и приготовлением чернил должен был заняться кто-то другой, а он только внимательно следил за этим. на другой день он уже принимал в этом участие, на третий состояние больного значительно улучшилось, но спустя несколько дней началась горячка, до тех пор за всю болезнь ни разу не появлявшаяся. Приступы ее в общем не были острыми, но больной до того ослабел, что его организм потерял всякую способность сопротивляться. Он угас, так и не узнав меня, несмотря на все старания напомнить ему обо мне. Так умер человек, не принесший с собой в этот мир того запаса нравственных и физических сил, которые мог бы обеспечить ему хотя бы относительную стойкость. Инстинкт, если можно так выразиться, подсказал ему избрать такой образ жизни, который соответствовал его возможностям. Он погиб, когда его попытались ввергнуть в деятельное существование. Мне пора теперь вернуться к рассказу о самом себе. Кончились наконец два года моего покаяния. Трибунал Инквизиции по ходатайству брата Херониму позволил мне снова носить собственную фамилию при условии, если я приму участие в военной экспедиции на мальтийских галерах. Я с радостью подчинился этому приказу, надеясь встретиться с командором Толедо уже не как слуга, а почти как равный. Не опостылило носить лохмуте нищего. Я роскошно экипировался, примеряя одежду у твой твой и твой и твой тронулся в путь на восходе солнца, чтобы избежать любопытных, которых могло заинтересовать мое внезапное превращение. Сел на кораблю в Барселоне и после короткого плавания прибыл на Мальту. Встреча с кавалером оказалась приятнее, чем я ожидал. Толедо уверил меня, что никогда не обманывался моим нарядом и решил предложить мне свою дружбу, как только я обрету свое прежнее положение. Кавалер командовал главной галерой. Он взял меня на свой мостик, и мы курсировали по морю четыре месяца, не нанеся особого вреда берберийцам, которые без труда уходили от нас на своих легких кораблях. Но этом кончается история моего детства. Я рассказал ее вам во всех подробностях, которые до сих пор хранит моя память. Я так и вижу перед собой келью моего ректора у театинцев в Бургасе и в ней суровую фигуру отца Сануда. Мне представляется, как я ем каштаны на паперте храма Святого Роха и протягиваю руки к благородному Толеду. Не буду пересказывать вам столь же пространное приключение моей молодости. Каждый раз мысленно переносясь в эту прекраснейшую пору моей жизни, я вижу лишь смятение страстей и безумное неистовство порывов. Глубокое забвение застилает от глаз моих чувства, наполнявшие мою метущуюся душу. Сквозь мглу минувших лет проглядывают проблески взаимной любви, но предметы любви расплываются, и я вижу лишь смутные образы красивых, охваченных чувственным порывом женщин и веселых девушек, обвивающих белоснежными руками мою шею. Вижу, как мрачные дуэнги не в силах противостоять столь волнующему зрелищу, соединяют влюбленных, которых должны были бы разлучить. Вижу вожделенную лампу, подающую мне знак из окна, полустертые ступени, ведущие меня к потайным дверям. Эти миги предел наслаждения. Пробило четыре, начинает светать. Пора прощаться. Ах, и в прощании есть своя сладость. Думаю, что от одного края света до другого истории любви всюду одна и та же. Повесть о моих любовных приключениях, быть может, не показалась бы вам особенно занимательной, но думается, что вы с удовольствием выслушаете историю моего первого увлечения. Подробности ее удивительны. Я мог бы даже счесть их чудесными, но сейчас уже поздно. Мне еще надо подумать о таборных делах, так что позвольте отложить продолжение на завтра. День пятьдесят пятый. Мы собрались в обычный час, и цыган, у которого было свободное время, начал продолжение истории вожака цыган. На следующий год кавалер Толеду принял на себя главное командование галерами, а брат его прислал ему на расходы шестьсот тысяч пиастров. У ордена было тогда шесть галер, и Толеду прибавил к ним еще две, вооружив их за свой счет. Кавалеров собралось шестьсот. Это был цвет европейской молодежи. В то время во Франции начали вводить мундиры, чего до тех пор не было в обычае. Толеду облачил нас в полуфранцузский и полуиспанский мундир, курпурный кафтан, черные латы с мальтийским крестом на груди, брыжи и испанская шляпа. Этот наряд удивительно шел нам. Где бы мы не высаживались, женщины не отходили от окон, а двойни бегали с любовными записочками, вручая их подчас не тому, кому надо. Промахи эти подавали повод к призабавнейшим недоразумениям. Мы заходили во все порты Средиземного моря и всюду нас ждали новое празднество. Посреди этих развлечений мне исполнилось двадцать лет. Толеду был на десять лет старше. Великий магистр назначил его главным судьей и передал приорат Кастильи. Он покинул Мальту, осыпанный этими новыми почестями и уговорил меня сопутствовать ему в путешествии по Италии. Мы сели на корабль и благополучно прибыли в Неаполь. Не скоро уехали бы мы оттуда, если бы красавицам так же легко было удерживать Пригожего Толеду в своих сетях, как завлекать в них. Но мой друг в совершенстве владел искусством бросать возлюбленных, не порывая с ними добрых отношений. И он оставил свои неаполитанские романы для новых связей сперва во Флоренции, потом в Милане, Венеции, Генуе, так что мы только на следующий год прибыли в Мадрид. Сейчас же после приезда Толеду отправился представляться к королю, а потом, взяв самого красивого коня из конюшни своего брата герцога Ляжмой, велел оседлать для меня другого не менее прекрасного, и мы поехали на Прадо, чтобы смешаться со всадниками, галлопирующими у двериц дамских экипажей. Наше внимание привлек роскошный выезд. Это была открытая карета, в которой сидели две в полутрауре. Толеду узнал гордую герцогиню Авилу и подъехал, чтобы с ней поздороваться. Другая тоже повернулась к нему. Он ее совсем не знал и, видимо, был очарован ее красотой. Это была прекрасная герцогиня Медина Седония, которая оставила домашнее уединение и вернулась в свет. Она узнала во мне своего бывшего узника и приложила палец к губам, давая мне знак не выдавать ее тайны. Потом устремила взгляд своих прелестных глаз на Толеду, в лице которого появилось выражение серьезности и нерешительности, какого я до тех пор не видел у него. Герцогиня Седония объявила, что не выйдет второй раз замуж, а герцогиня Авила, что вообще никогда не выйдет ни за кого. Надо признать, что мальтийский кавалер, принимая во внимание столь твердое решение, приехал в самую пору. Обе дамы приняли Толеду очень любезно, и тот от всего сердца поблагодарил их за добрые отношения, а герцогиня Седония, прикидываясь, будто впервые видит меня, сумела привлечь ко мне внимание своей спутницы. Таким образом составились две пары, которые стали встречаться во время всех столичных увеселений. Толеду в сотый раз став возлюбленным, сам полюбил впервые, я приносил дань благоговейного восхищения к ногам герцогини Авилы. Но прежде чем начать рассказ о моих отношениях с этой дамой, я должен обрисовать вам двумя словами положение, в котором она тогда находилась. Герцог Авила, отец ее, умер, когда мы были еще на Мальте. Смерть человека чистолюбивого всегда производит на окружающих очень сильное впечатление. Его падение волнует их и ошеломляет. В Мадриде помнили инфанту Беатрису и ее тайную связь с герцогом. Поговаривали о сыне, который должен был стать продолжателем рода. Надеялись, что завещание покойного разъяснит эту тайну, но всеобщие ожидания оказались обманутыми. Завещание не разъяснило ничего. Двор молчал. А между тем гордая герцогиня Авила появилась в свете еще более высокомерная, еще более пренебрегающая поклонниками и замужеством, чем когда-либо. Хотя я происхожу из дворянской семьи, однако по испанским понятиям между мной и герцогиней не могло быть никакого равенства, и я мог лишь рассчитывать на роль молодого человека, который ищет покровительства, чтобы устроить свою судьбу. Таким образом, Толиадо был рыцарем прекрасной Сидонии, а я как бы пожум ее приятельницы. Такая служба не была мне неприятна. Я мог, не выдавая своей страсти, предупреждать все желания восхитительной Мануэлы, исполнять ее приказания, словом, целиком посвятить себя ей. Усердно ловя малейший знак моей повелительницы, я боялся выражением лица, взглядом или вздохом обнаружить свою сердечную тайну. Страх оскорбить ее и быть прогнанным с ее глаз, что легко могло произойти, придавал мне сил сдерживать свою страсть. Герцогиня Сидония старалась по возможности поднять меня во мнении своей приятельницы, но добилась лишь нескольких приветливых улыбок, выражающих холодную благосклонность. Такое положение длилось больше года. Я встречался с герцогиней в церкви на праду, получал ее распоряжение на весь день, но никогда нога моя не переступала порога ее дома. Однажды она вызвала меня к себе. Я застал ее за пяльцами, окруженную толпой прислужниц. Указав мне на кресло, она взглянула на меня надменно и промолвила «Синьор Авадор, я унизила бы память моих предков, чья кровь течет в моих жилах, если бы не пустила в ход все влияние моей семьи, чтобы вознаградить тебя за услуги, которые ты каждый день мне оказываешь. Мой дядя герцог Сориэнте тоже обратил на это мое внимание и предлагает тебе должность командира полка его имени. Надеюсь, ты окажешь мне честь, приняв это назначение. Подумай, «Синьора», ответил я, «я связал свое будущее с судьбой кавалера Толядо и не хочу других должностей, кроме тех, которые он сам для меня и схлопочет. Что же касается услуг, которые я имею счастье ежедневно оказывать вашей светлости, то самой сладкой наградой из-за них будет позволение их не прерывать». Герцогиня ничего мне на это не ответила, а легким кивком дала мне знать, что я могу идти. Через неделю меня опять позвали к гордой герцогине. Она приняла меня в том же духе, как первый раз и сказала сеньора Провадору. Я не могу допустить, чтобы ты превзошел в благородстве герцогов Деавила, Сориэнте и прочих грандов из моего рода. Хочу сделать тебе другое выгодное предложение, способное тебя осчастливить. Один дворянин, семья которого предана нашему роду, приобрел значительное состояние в Мексике. У него единственная дочь, и он дает за ней миллион. Я не дал герцогине договорить и, встав, не без раздражения промолвил, хоть в моих жилах не течет кровь герцогов Деавила и Сориэнте, сердце, бьющееся в этой груди неподкупно. После этого я хотел уйти, но герцогиня велела мне остаться. Выслав женщин в соседнюю комнату, но оставив дверь открытой, она сказала, «Синьор Авадоро, я могу предложить тебе только одну награду. Усердие, с которым ты исполняешь мои желания, позволяет мне надеяться, что на этот раз ты мне не откажешь. Речь идет об очень важной услуге». «В самом деле, ответил я, это единственная награда, которая может меня осчастливить. Никакой другой я не желаю и не могу принять». «Подойди сюда», продолжала герцогиня. «Я не хочу, чтобы нас слышали из другой комнаты». «Авадоро, тебе, конечно, известно, что отец мой был тайно мужем инфанты Беатрисы, быть может, при тебе заходила речь о том, будто он имел от нее сына. Мой отец сам распустил этот слух, чтобы сбить придворных с толку. В действительности же от этой связи осталась дочь, которая живет и воспитывается в одном монастыре неподалеку от Мадрида. Отец мой, умирая, открыл мне тайну ее рождения, о которой она сама не знает. Он сообщил мне о своих намерениях относительно на нее, но смерть положила конец всему. Теперь невозможно было бы восстановить всю сеть чистолюбивых интриг, сплетенных герцогом для достижения своих целей. Полного узаконения моей сестры осуществить невозможно, и первый наш шаг в этом направлении мог бы повлечь за собой гибель несчастной. Я недавно была у нее. Леонора простодушная, добрая и веселая девушка. Я полюбила ее от всего сердца, но настоятельница столько наговорила мне о ее необычайном сходстве со мной, что я не решила сновестить ее второй раз. Однако я сказала, что искренне хочу о ней позаботиться, что она плод одного из бесчисленных любовных увлечений моего отца. Несколько дней тому назад мне сообщили, что двор начал наводить о ней справки в монастыре. Эта новость очень меня встревожила, и я решила перевезти ее в Мадрид. У меня есть на безлюдной улице, которая носит даже название Ритрада, незаметный домик, примечание Ритрада по-испански задворки. Я велела снять дом напротив и прошу тебя поселись в нем и стереги сокровища, которые я тебе уверяю. Вот адрес твоего нового жилища, а вот письмо, которое ты передашь настоятельнице Урсулина Квпиньоне. Ты возьмешь четырех всадников и коляску с двумя мулами. Мою сестру будет сопровождать Дуэнге, которая и поселится с ней. По всем вопросам обращайся к Дуэнге, но в дом тебе входить нельзя. Дочь моего отца и инфанты не должна давать малейшего повода к дурным толкам. Сказав это, герцогиня слегка кивнула в знак того, что я должен уйти. Я оставил ее, и отправился прямо в свое новое жилище, которое я нашел вполне удобным и даже довольно роскошно обставленным. Оставив в нем двух верных слуг, я вернулся в прежнее свое жилище у Толиадо. Что же касается дома, доставшегося мне после отца, то я сдал его в наем за четыреста пиастров. Осмотрел я и дом, предназначенный для Леоноры. Я застал в нем двух служанок и старого слугу семейства Деавила, который не носил ливреи. Дом, изысканный и роскошно обставленный, был полон всего, что необходимо для жизни удовольствия. На другой день я взял четырех всадников в коляску и поспешил в пиньон в монастырь. Меня провели в приемную, где меня уже ждала настоятельница. Прочтя письмо, она улыбнулась и вздохнула. Сладчайший Иисусе, промолвила она, сколько грехов совершается в мире. Как же я счастлива, что оставила его? Например, судить та, синьорина, за которой ты приехал, так похоже на герцогиню Авилу, что два изображения сладчайшего Иисуса не могут быть более схожи друг с другом, кто родители этой девушки никому неизвестно. Покойный герцог Авилов, покой Господи его душу, настоятельница никогда не кончила бы свою болтовню, но я дал ей понять, что должен как можно скорее исполнить порученное. В ответ она кивнула головой, еще поохала, помянула сладчайшего Иисуса, потом велела мне поговорить с привратницей. Я пошел к калитке. Вскоре вышли две женщины, совершенно закутанные и молча сели в коляску. Я вскочил на коня и поехал за ними, тоже ни слова не говоря. При въезде в Мадрид я немного опередил коляску и приветствовал женщин у двери дома. Сам я к ним в дом не вошел, а отправился в свой и оттуда стал наблюдать, как мои спутницы у себя устраиваются. В самом деле я заметил большое сходство между герцогиней и Леонорой. Разница была только в том, что у Леоноры лицо было белее, волосы совсем белокурые, а фигура чуть полнее. Так, по крайней мере, казалось мне из окна, но Леонора ни минуты не сидела на месте, и я не мог как следует ее рассмотреть. Счастливая тем, что выбрала из монастыря, она предавалась необузданному веселью, обижала весь дом от чердака до погребов, восторгаясь хозяйственной утварью, восхищаясь красотой кастрюльки или котелка, задавала тысячи вопросов Дуэнни, которые не успевала отвечать, и в конце концов заперла ставни на ключ, так что мне ничего не стало видно. В полдень я пошел к герцогине, и отдал ей отчет обо всем. Она приняла меня, как всегда, с холодным величием. Сеньор Авадоро, сказала она, Леонора предназначена осчастливить того, кому отдаст свою руку. По нашим обычаям, ты не можешь у нее бывать, даже если тебе суждено стать ее мужем. Но я скажу Дуэнье, чтобы она оставляла открытую одну ставню в сторону твоих окон, но при этом требую, чтобы твои ставни были всегда закрыты. Ты будешь давать мне отчет обо всем, что делает Леонора, хотя знакомство с тобой может быть для нее опасным, особенно если у тебя такое отвращение к браку, которое я обнаружила в тебе несколько дней тому назад. Синьорит, ответил я, я сказал только, что корыстные соображения не повлияют на мой выбор, хотя, по чести признаюсь, решил никогда не жениться. От герцогини я пошел к Толедо, которому однако не поверил своих тайн, после чего вернулся к себе на улицу Ретрада. Не только ставни, но даже окна напротив были открыты. Старый слуга Андраде играл на гитаре, а Леонора плясала болеро с увлечением и грацией, каких я никогда не ожидал встретить в воспитаннице кормелиток. Первые годы жизни она провела там, и только после смерти герцога ее отдали курсулинкам. Леонора пускала в ход тысячи уловок, желая во что бы то ни стало заставить свою дворянью танцевать Сандраде. Я просто диву давался, что у холодной серьезной герцогини такая веселая сестра. Если не считать этого, то сходство было поразительным. Я был влюблен в герцогиню как безумный, поэтому живое воплощение ее прелести очень меня занимало. В то время, как я предавался наслаждению, созерцая Леонору, до я не закрыл ставни и больше я ничего не видел. На другой день я пошел к герцогине и рассказал ей о вчерашних своих наблюдениях. Не утаил и того невыразимого наслаждения, которое испытывал, глядя на невинные забавы ее сестры. Осмелился даже описать свой восторг по поводу сходство, которое заметил между Леонорой и герцогиней. Слова эти можно было принять за объяснением в любви. Герцогиня нахмурилась, приняла еще более недоступный вид, чем обычно, и сказала «Синьор Авадоро, какое бы ни было сходство между двумя сестрами, прошу никогда не объединять их в своих похвалах. А пока жду тебя завтра утром. Я собираюсь уехать на несколько дней и желала бы перед отъездом поговорить с тобой. Синьорито ответил я, я осужден погибнуть под ударами твоего гнева. Черты твои запечатлены в душе моей как образ некоего божества. Я знаю, что нас разделяет слишком большое расстояние, чтобы я смел выражать тебе свои чувства. Но вот я нашел образ твоей божественной красоты в веселой, прямодушной, простой, открытой молодой девушке. Что же запретит мне синьорито в ее лице обожать тебя? с каждым моим словом лицо герцогини приобретало все более суровое выражение. Я подумал, она велит мне уйти и не показываться ей на глаза. Но нет. Она повторила только, чтобы я завтра пришел. Я пообедал сто лету, а вечером вернулся на свой пост. Окна напротив были открыты, и мне было прекрасно видно, что делается во всем помещении. Леонора была на кухне и приготовляла олью под риту. Она поминутно спрашивала совета у Дуэньи, нарезала мясо и укладывала его на блюдо, при этом все время смеялась и была в превосходном настроении. Потом накрыла стол белой скатертью и поставила на нем два скромных прибора. На ней был скромный корсаж и рукава ее были засучены по локти. Окна и ставни закрыли, но то, что я видел, произвело на меня сильное впечатление, потому что какой же человек может хладнокровно созерцать зрелище домашней жизни? Такого рода картины приводят к женитьбе. На другой день я пошел к герцогине и сам уже не знаю, что говорил ей. Она как будто боялась нового любовного объяснения сеньор Авадоро. Перебила она меня. Я уезжаю, как говорила тебе вчера, и пробуду некоторое время в герцогстве Авила. Я позволила сестре гулять после захода солнца, но не отходить далеко от дома. На случай, если ты пожелаешь в это время к ней подойти, я предупредила Дуэнью, чтобы она не мешала вам разговаривать, сколько захотите. Постарайся узнать сердце и образ мыслей молодой особы. Потом дашь мне в этом отчет. Тут легкий кивок головой дал мне понять, что пора уходить. Нелегко было мне расставаться с герцогиней, но я любил ее всем сердцем. Необычайная гордость ее не отталкивала меня, так как я полагал, что когда она захочет отдать кому-нибудь свое сердце, то, наверное, выберет возлюбленного из низших сословий, как обычно бывает в Испании. Я отешил себя надеждой, что вдруг она когда-нибудь полюбит меня, хотя ее обращение со мной должно было развеять всякие иллюзии на этот счет. Одним словом, я целый день думал о герцогине, а вечером стал думать о ее сестре. Когда я пришел на улицу Ритрада, месяц светил очень ярко, я увидел Леонору с Дуэньей на скамье у самой двери. Дуэнье приблизилась ко мне и пригласила посидеть с ее воспитанницей, а сама ушла. После небольшого молчания Леонора промолвила, вы есть синьор, тот молодой человек, с которым мне позволено видеться. Могу я рассчитывать на вашу дружбу? Я ответил, что она в ней никогда не ошибется. Хорошо, продолжала она, тогда скажите мне, пожалуйста, как меня зовут? Леонора, ответил я. Я не об этом, возразила она. У меня же должна быть фамилия. Но я уже не такая дурочка, какой была у кармелиток. Там я думала, будто весь мир состоит из монахинь и исповедников. А теперь знаю, что есть жены и мужья, которые никогда не расстаются, и что дети носят фамилию отца. поэтому я и хочу узнать свою фамилию. В некоторых монастыях кармелитки подчиняются очень строгому уставу, поэтому такая неосведомленность у двадцатилетней девушки меня не удивила. Я ответил, что, к сожалению, не знаю, как ее фамилия. Потом сказал, что видел, как она танцует у себя в комнате, и что танцем она училась уж верно не у кармелиток. Нет, ответила она, герцог Авила поместил меня у кармелиток. Но после его смерти меня перевели к курсулинкам, и там одна из воспитанниц научила меня танцевать, а другая петь. А о том, как мужья живут со своими женами, мне рассказывали все, отнюдь не делая из этого тайны. Что касается меня, то я хочу непременно иметь фамилию, но для этого мне надо выйти замуж. Потом Леонора заговорила о театре, о прогулках, о боебыков, проявляя страстное желание все это видеть. С тех пор я несколько раз беседовал с ней по вечерам. Через неделю я получил от герцогини письмо следующего содержания. Приближая тебя к Леоноре, я хотела пробудить в ней склонность к тебе. Дуэнья уверяет меня, что моя цель достигнута. Если преданность, которую ты ко мне выказываешь искренне, ты женишься на Леоноре. Имею в виду, что отказ я восприму как оскорбление. Я ответил так. Синьорита, моя преданность вашей светлости единственное чувство, наполняющее всю мою душу. Для чувств следуемых супруги в ней нет места. Леонора заслуживает мужа, который любил бы только ее. На это я получил такой ответ. Бесполезно было бы дальше скрывать от тебя, что ты для меня опасен и что ответ твой доставил мне величайшую радость, какую мне довелось испытать в жизни. Но я решила преодолеть самое себя. предлагаю тебе на выбор либо жениться на Леоноре, либо оказаться навсегда отстраненным от меня или даже быть изгнанным из Испании. Ты знаешь, что мои родные пользуются немалым влиянием при дворе. Не пиши мне больше. Я дала Дуэнье соответствующие указания. Как ни был я влюблен в герцогиню, такая безмерная гордость сильно меня задела. Я хотел было сразу признаться во всем Толеду и прибегнуть к его защите. Но кавалер, по-прежнему влюбленный в герцогиню Сидонию, был очень привязан к ее подруге и никогда ничего не предпринял бы против последней. Поэтому я решил молчать и вечером сел у окна, чтобы получше рассмотреть свою будущую супругу. Окна были открыты. Все помещение было у меня как на ладони. Леонора сидела в окружении четырех женщин, занимавшихся ее нарядом. На ней было шитое серебром белое атласное платье, венок из цветов на голове и бриллиантовое ожерелье. длинная белая вуаль покрывала ее все с головы до ног. Эти приготовления меня удивили. Вскоре изумление мое еще возросло. В глубине комнаты поставили стол украшенный как алтарь и зажгли на нем несколько свечей. Вошел священник с двумя дворянами, видимо игравшими роль свидетелей. Не хватало только жениха. Я услыхал, как ко мне постучали и послышался голос Дуэньи, обращенный ко мне. Тебя ждут, сеньор? Или ты решил воспротивиться приказаниям герцогини? Я пошел за Дуэньей, молодая сеньорита не сняла вуали. Ее руку вложили в мою. Словом, нас обвенчали. Свидетели пожелали мне счастья, так же, как и моей супруге, лица которой не видели. И ушли. Дуэнье повела нас в комнату, слабо озаренную лучами месяца и заперла за нами двери. Тут один из таборных пришел за вожаком. Он ушел, и в этот день мы его больше не видели. и в таборных 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 Продолжение следует...